Рассказы, зарисовки, размышления В Киеве Было это в Киеве, в дни моей юности. Был я тогда худ и светловолос необыкновенно, прямо был до жалости блондин. А виски зачесывал не как все, а из протеста наружу, к носу. Знавал я в те годы одного симпатичного парня. Фамилия его была, кажется, Ковальчук. Писал он ладные вывески, малярил, но в душе считал себя художником и непонятым слепой и завистливой толпой таланта. Был Ковальчук громадного роста и такой же силы, а жену имел маленькую щупленькую, но ядовитую, как стихнин. Самое удивительное, что эта маленькая худенькая женщина била гладиатора Ковальчука без всякой пощады, а он кротко подчинялся выходкам фурии. Иногда только когда в конец исчерпывалась его воловья кротость, Ковальчук переходил в наступление. Тогда он усаживал свою крохотную жену на верхушку высокого шкафа и держал ее там до тех пор, пока она не просила прощения. Случилось как-то, что я долго, несколько месяцев, не встречал Ковальчука. И вот однажды, в нежный весенний день, бреду я по крещатику и слышу, что меня окликают. Поворачиваю голову и вижу перед собой здоровенного парнюгу с узелком в руке. Из узелка заманчиво выглядывают горлышки двух бутылок. Ковальчук, какими судьбами? — Саня! — говорит он упавшим голосом. — Саня, друг, пойдем! — Куда пойдем? — К ней! Взор Ковальчука заволакивается слезой, рот кривится в горькую гримасу. — К ней! К Дуничке моей! Помянуть ее! — Как помянуть? Да ты что, с утра, что ли, ели мажохом? Краткий разговор выясняет, однако, что Дуничка действительно уже три месяца как умерла. Заболела, слегла и умерла. Бог дал, Бог и взял. — Жалко, — говорю я, — очень жалко. — А что это у тебя в узелке? — Водка и закуска. Сегодня ведь поминальный день. Пойдем помянем. Дело было молодое, времени свободного у меня было больше всего, и мы пошли. Пришли на кладбище, пришли к указанной Ковальчуком могилке, сели, развязали узелок, вынули две бутылки водки. Вся закуска оказалась всего-навсего из двух кусков сахара. Стали выпивать. Опрокинем стаканчик. Куснем или лизнем сахару? И опять. — Дунечка, — стонет Ковальчук, — Дуняша, цветик мой, кахана моя. Саня, Саня, ты помнишь, как я любил, как я обожал? — Угу, — неопределенно отвечаю я, вспоминая сцены со шкафом. — А ты что ж, сам, что ли, памятник-то поставил? — Сам, — всхлипывает Ковальчук, — сам. Все своими вот этими руками. Выпьем, Саня. Тем временем первая бутылка подходит к концу, и открывается вторая. — Я тебя прошу, — надрывно стонет Ковальчук. — Я тебя прошу, Санька, копни ты дырочку в могиле, копни пальцем, я тебя прошу, уважь. — Да зачем? — А мы ей водочки нальем, ей, Дуняше, каханочке, пусть она выпьет, пусть. Я выкапываю ямку, Ковальчук наливает водку, сухая земля быстро впитывает влагу. — Ишь ты! — вдруг восхищенно восклицает приятель. — Как выпила, а? Всегда горилку стерва любила. Но ничто не вечно под луной, и вторая бутылка подходит к концу. Скепсис, сомнения закрадывались в мою душу. — Не может быть, замечаю я. Неужели ты все сам сделал, и памятник, и оградку? — Все, все! — кричит Ковальчук со страшным рыданием в голосе. — Усе сам, Зробов, и могилку, и оградку, и здесь усе мое творчество. — И дощечку сам своими руками выписав. — Читай, смотри! Я поднимаюсь, приближаю глаза к дощечке и читаю. Здесь покоится прах действительного статского советника Никифора Сарапионови Ковальчук. В чем же дело? Мой приятель выдерживает длинную мастерскую паузу, которой бы позавидовали даже в Московском художественном театре. Потом чешет в затылке, поводит мутным взглядом и говорит. — Господа! Так это ж не та могила! Картина. Концерт в городишке Килия. Во время гастрюли по Румынии заехал я в крохотный, захолустный городишко, который найдешь разве на редкой карте — Килия. Принадлежала это замечательная Килия до революции России. А поэтому и сейчас господствующий язык там русский, хотя господствующее население еврейское. Петня в этом городишке пришлось в ветхом деревянном бараке, под слеповато освещавшимся керосиновыми лампами, но гордо именовавшимся театром. Вышел я в своем фраке на не очень прочные подмостки, и первое, что бросилось мне не только в глаза, но и в нос, это десяток небольших керосиновых лампочек, расставленных вдоль рампы. Лампы коптят, и от едкой копоти нестерпимо свербит в носу и хочется чихать. В зале от публики черно. В первом ряду около дамы, с на редкость обширными и выдающимися формами, жмется рахетичный ребенок с плаксивым выражением лица. «Мама!» — нудным голосом тянет он. «Мама!» — «Я хочу!» Вы понимаете, какое прекрасное сразу создается у меня настроение. Из зала кричат. «Песню за короля! Ваши пальцы пахнут ладаном!» Я не могу больше переносить угар от ламп. Присаживаясь на корточки, прикручиваю фитили. «Ваши пальцы пахнут ладаном!» — настаивает неизвестный из темноты. А другой обладатель гнусавого козлиного тенарка замечает. «Нет, теперь они уже пахнут и с керосином!» «Мам!» — тянет нудный мальчик. «Я хочу!» Но делать нечего. Контракт подписан. Сбор сделан. Надо петь. Я пою одну, другую, третью свою песенку. Зал кричит, шумит, рукоплещет. И вдруг... И вдруг я замечаю, что зал постепенно начинает пустеть. Ряды слушателей рядеют все больше и больше. Что такое? Я ничего не понимаю. А публика все убывает. Но я пою. Контракт подписан. Контракт должен быть выполнен. Я пою и замечаю, что куда-то исчезавшая публика начинает возвращаться. Еще пять-десять минут и опять передо мной полный зал. Опять от публики черно. Я подхожу к своей последней песенке, а публика не желает меня отпускать. За короля! Спойте за короля! Ревут сотни голосов. И среди них я все так же различаю тоненький и нудный голос мальчика. Мама! Я хочу! Я очень редко говорю со сцены с публикой, но тут я решаюсь на разговор. Господа, говорю я, у меня нет песни за короля. У меня есть песня о короле, но я уже ее пел сегодня. Тогда происходит следующий диалог. Позвольте, кричат из публики, но мы же ее не слышали. Почему вы не слышали? Так мы же уходили. А почему уходили? Ой, он спрашивает, почему мы уходили. Так это же все знают. Так мы же уходили на пожар. Какой пожар? Ой, посмотрите на него, он не знает, какой пожар. Конечно, у Мунделевича пожар. У Доди Мунделевича в аптекарском магазине, что за углом. Но зачем вы бегали на пожар? Общий вопль потрясает старый барак. А зачем? Так вы-то еще поете, а Мунделевич уже сгорел. Так Мунделевич же не каждый день горит, а? Ясно? Уступая темпераментным килийцам, я спел им еще раз песню о короле. Но перед этим не удержался и сказал, хорошо, я спою. И в последний раз. Слышишь, мальчик, а потом ты пойдешь туда, куда тебе так хочется. Мсье Дайблер. Перебирая в памяти коллекцию пациентов своего скромного искусства, припоминая бесчисленные встречи и разговоры с самыми разнообразными людьми, с которыми сталкивала меня бродячая жизнь актера-одиночки, я как истый коллекционер, не без гордости останавливаясь на особо ценных и редких экземплярах, некоторыми из них я горжусь не менее, чем какой-нибудь ювелир гордится черным бриллиантом или собиратель картин полотном Ван Дейка. Время от времени я припоминаю эти встречи во всех деталях, сдувая таким образом с них пыль забвения. И, пережив все сначала, снова кладу их на место, в тот угол памяти, где у меня хранятся особо интересные воспоминания. Об одном таком незаурядном знакомстве мне хочется рассказать. Однажды на одном из моих концертов в Париже в зале Гаво за кулисами во время антракта появился среди толпы посетителей среднего роста пожилой француз. Познакомившись, он рассыпался целым каскадом комплиментов по поводу концерта. Я не обратил бы на это особого внимания, но меня удивило и заинтриговало то обстоятельство, что мой собеседник был француз, так сказать, иностранец, не понимавший ни одного слова по-русски, и то, что на концерт он пришел с пачкой довольно недурных переводов моих песен. Следуя по ним, он слушал каждую мою песню, уже зная в точности ее содержание. Оказалось, что у него дома есть весь выпуск моих граммофонных пластинок, и что это уже не первый мой концерт, на котором он бывает. Отрекомендовавшись мне месье Дюпоном, которых во Франции столько же, сколько у нас в России Ивановых, он долго рассказывал мне о каком-то своем старом русском друге, который и научил его любить мои песни. Очень холеный, чуть суховатый, с узкими бледными руками, с седоватыми, гладко причёсанными волосами, в обыкновенном смокинге. Он ничем не отличался от тысячи таких же французов. И наше знакомство, вероятно, на этом вечере оборвалось бы, если бы ему не суждено было продолжиться дальше. Несколько раз я встречал этого человека, то в холле-отеле, то за стойкой бара, то фая-театр. Однажды в воскресенье утром мы встретились с ним в Булонском лесу. Я гулял со своим бульдогом, а он, только что закончив прогулку на лошади, шёл в костюме для верховой езды со стеком в руке. Мы сели в маленьком ресторанчике в саду Пор-До-Фин и заказали аперитивы. «Что вы сейчас намереваетесь делать?» спросил он. «У меня не было определённых планов». «Надо куда-нибудь поехать завтракать», ответил я. «Если вы ничего не имеете против, продолжал он, мы можем позавтракать у меня. Я живу недалеко отсюда, километров в пятидесяти. Машина моя стоит тут, у входа. И идёт?» Я согласился. Светло-серый Деляш катил нас по аллеям Булонского леса. Приблизительно через полчаса мы были у цели. Серый французский особняк со львами у ворот. Не особенно старый, но довольно мрачный, с маленьким парком и газонами. Стеклянная галерея с десятками клеток. В клетках белые конорейки. На окнах цветы, в большой столовой накрыт стол к завтраку. Очаровательная девушка с синими лучистыми глазами вышла к нам навстречу. «Почему так поздно, папа?» спросила она. Месье Дюпон поцеловал её в лоб и объяснил задержку встречи со мной, сообщив, что я есть тот вертинский, который поёт у них на пластинках. Девушка приветливо улыбалась. «О, мы так часто вас слушаем! Ваши песни я уже знаю наизусть. Я и сама уже могу петь их. Вот, послушайте». И она с очаровательным акцентом пропела несколько фраз по-русски. Я зааплодировал. Мы засмеялись. Завтрак прошёл весело, и время пролетело быстро. После завтрака мы пили кофе в гостиной и рассматривали канареек, которых, кстати, было великое множество. «Папа обожает их», сообщила магги. «Он сам их кормит и следит за ними». Мы поболтали немного, расстались с друзьями, и через полчаса я уже был дома в Париже, сохранив об этом завтраке самые приятные воспоминания. Теперь я отойду немного в сторону. Как-то в конце февраля в парижской Гранд-Опера был бал. Бал этот был традиционный и давался ежегодно в пользу убежища для престарелых актёров. В этот день программа обычно состояла исключительно из цирковых номеров, которые обязательно исполнялись актёрами всех театров Парижа. Всё это было, конечно, очень забавно, и публика с удовольствием шла смотреть своих любимцев в таких необычных ролях. В этой программе участвовали и мы с Мазжухиным. Часа в три ночи мы, закончив программу, решили поехать поужинать в маленький ресторанчик на Мон-Мартре Клош-де-Ор, где подавали чудесные муль-мариньер и устрицы. Усевшись в углу, мы занялись едой. Народу там собиралось много. Главными же клиентами были артисты многочисленных Мон-Мартрских кабаре, которые заходили туда отдохнуть и покушать после работы. Мы пили вино, внезапно отворилась входная дверь, и на пороге появилась женщина. Это была наша общая приятельница, молодая манекенша Атпату, очень хорошенькая Клод. Увидя нас, она сразу же направилась к нашему столику и села с нами. Подали ужин. Она ни к чему не прикоснулась. Напрасно мы с Иваном развлекали ее разговорами, стараясь изо всех сил. Она была в состоянии какого-то оцепенения, бледно и дрожащая. Она, по-видимому, что-то переживала и пила коньяк большими рюмками совершенно не пьянее. Часа в четыре ночи она стала просить нас отвезти ее на одну из площадей. Иван очень удивила эта просьба. Дело в том, что на этой площади не было жилых домов. Это был район, где помещались заводы, конторы и городские бойни. В центре ее стояла тюрьма. «Что же ты там будешь делать ночью?» спросил Иван. Клод не отвечала прямо. «Мне нужно, понимаешь, твердила она». Иван задумался и вдруг глаза его сверкнули. «Я знаю, зачем ей нужно», тихо сказал он мне. В этот день на площади была назначена казнь некоего Гоше, молодого юноши, ограбившего ювелира на авеню Мозар и убившего его, его жену и приказчика. Забрав несколько бриллиантовых браслетов, он скрылся и через три месяца был пойман полицией. «Ты хочешь присутствовать при казни Гоше?» в упор спросил ее Иван. Клод разрыдалась. Гоше был ее любовником. Ее трясло как от озноба. Чем мы могли ей помочь? «Ее надо напоить до бесчувствия и отвезти домой», по-русски сказал мне Иван. Мы давали ей коньяк стаканами, но, увы, возбуждение ее было так велико, что алкоголь не действовал на нее абсолютно. Она настаивала на своей просьбе. Ее губы дрожали, глаза готовы были выскочить из орбит. Она умоляла, грозя самоубийством. Пришлось согласиться. Иван сел за руль и мы помчались. На пляс десятый было еще темно, серый туман застилал все, площадь была оцеплена полицией. По французским законам казнь должна быть всенародной, но обычно совершается она на рассвете, чтобы не привлекать внимание толпы. Остановив машину в дозволенном месте, мы были очень далеко от нее. Толпу не пускали. Она шумела тут же возле нас, как морской прибой, приподнимаясь на цыпочки и вытягивая шеи, тщетной надежде что-нибудь увидеть. Клод трясла лихорадка. Она повторяла только один звук ва-ва-ва-ва-ва-ва. Мы держали ее за руки, накинув на нее свои пальто. Прошло минут двадцать. Внезапно по толпе прошло какое-то движение. Точно шорох или вздох. Это где-то скатилась голова. Клод крякнула и забилась в истерике. Я выскочил из машины, чтобы достать доктора или как-нибудь еще помочь ей. Но она уже вырвалась из рук Ивана и бежала по мостовой, крича и плача. Потом упала на камни. Засвистели свистки полицейских. Ее подняли и понесли в амбуланс. Иван, забыв обо мне, круто повернул машину и умчался куда-то. Я остался один. Светало. Толпа возвращалась к своим будничным заботам. Торговки несли корзины с цветами и фруктами, огромные фургоны, груженные морковью и капустой, скрипя проплывали мимо. Рабочие спешили на фабрике. Я стоял во фраке в цилиндре и в вечернем пальто и являл собой дикое зрелище. Я был близок к обмороку. Все это потрясло меня. Только бы добраться до постели и забыться. И уже не встать, мелькнуло у меня в голове. Я оглянулся. Направо через площадь хозяин маленького бестро, где продают уголь, дрова и вино, открывал дверь. Я вошел внутрь, сев за грязный деревянный столик, потребовал стакан коньяку. Огненная влага обожгла меня и притушила мои нервы. Все как-то стало тише, легкая дремота начала одолевать меня. В этот момент скрипнула дверь. На пороге появился мой приятель француз Месье Дюпон. Алло, что вы делаете здесь в этот час? Изумленно спросил он. Я рассказал ему все. Он покачал головой. Вам надо беречь свои нервы, дорогой. Вы артист. Это слишком сильное ощущение для вас. Берегите себя. Он выпил рюмку коньяку и крепко пожал мне руку. Уходя, он почти столкнулся в дверях с другим моим приятелем, журналистом Ка. Откуда ты знаешь этого человека? спросил меня журналист, подойдя к моему столику. Это мой поклонник, нехотя отвечал я. А ты знаешь, кто он такой? Нет? Это Дайблер, палач города Парижа. Стая белых канареек вспорхнула и вылетела из моей головы. О, Морфесси! За границей в эмиграции было много наших русских актеров. Но я не помню ни одного, который бы в искусстве двинулся вперед, оторвался бы от того, чему он выучился когда-то. Мой приятель Юра Морфесси в свое время имел большой успех в Петербурге как исполнитель цыганских романцев. Но попав в эмиграцию, он никак не мог сдвинуться с мертвой точки прошлого. Гони ямщик, ямщик не гони лошадей, песни ямщика, ну быстрей летите кони, гайда тройка, эй, ямщик, гони как яру и так далее. Юра, говорил я ему, слезай ты ради Бога с этих троек, ведь их уже давно и в помине нет, кругом асфальт, сегодня в Москве убирают машины. Куда там он и слышать не хотел. И меня он откровенно презирал за мои песни, в которых по его выражению ни черта нельзя было понять, и ненавидел моих поклонников. В остальном мы с ним были как будто в неплохих отношениях. Я всегда по-товарически устраивал и рекомендовал его в те места, где пел сам, и часто мы выступали в одном и том же учреждении. Как только во время своего выступления я открывал рот, он вставал и демонстративно выходил из зала. При нем нельзя было даже говорить о моем творчестве, а уж тем более хвалить меня. Помню, однажды в Эрмитаж, где я пел, пришел Федор Иванович Шаляпин с инженером Махониным, который изобрел какой-то карбуронат, нечто вроде синтетического бензина. Богатым и неглупым человеком. Федор Иванович заказал себе солянку с растягаеми и ждал, пока ее приготовят. Увидев Шаляпина, я отчаянно перетрусил. Петь в его присутствии у меня не хватило бы наглости. Поэтому я убежал и спрятался, извините за выражение, в туалете. Каков же был мой ужас, когда открылась дверь, и Федор Иванович громовым голосом сказал, «А, вот вы куда от меня спрятались! Нет, дорогой до утки, пожалуй, теперь я из-за вас сюда приехал». Юра стоял тут же и видел эту сцену. Он позеленел, а Федор Иванович бесцеремонно взял меня за руку и повел на эстраду. Что было делать? Пришлось петь. Первой песней моей было письмо Есенина. «До свидания, друг мой, до свидания», написанное в том году. Шаляпин слушал и вытирал слезы платком. Клянусь вам, что это не актерское бахвальство, а чистая правда. Инженер Махонин сказал ему так, что я слышал. «Федор Иванович, солянка остынет». Шаляпин отмахнулся от него и вдруг, совсем отодвинув стул от своего стола, попросил «Еще, дорогой, пой еще». Девять песен вместо положенных трех я спел ему в этот вечер. Солянку унесли подогревать. Потом я сидел с ним до закрытия и с этого началась наша дружба с Федором Ивановичем, если я смею назвать это дружбой. Юра не мог пережить этого и совсем не пел от злости в этот вечер. Он ушел домой, сославшись на расстройство желудка. А однажды ко мне в Эрмитаж пришел знаменитый шахматист Алехин. Он любил мои песни и не скрывал этого, у него были все мои пластинки. Пригласив меня за свой столик, он позвал также Юру, предварительно спросив меня, не имею ли я чего-нибудь против. Я, конечно, ничего не имел. Разговор зашел обо мне и о моей последней песне, только что напетой в Колумбии, в степи Молдаванской. Алехин говорил, что самое ценное в моем творчестве, это неугасимая любовь к родине, которой пропитаны все мои песни, ну и еще кое-что, что я опускаю. Юра долго терпел все это, потом, не выдержав, обрушился на меня таким потоком злобы, ненависти, зависти и негодования, что даже покраснел и начал задыхаться. А Алехин опешил. Я молчал, мне неудобно было говорить о самом себе, и при том никто не обязан любить мое искусство, у каждого свой вкус, но Алехин возмутился. Вы позволяете себе обливать грязью моего друга, сказал он ему и встал при этом. Я попрошу вас немедленно покинуть мой стол. Юрий ничего не оставалось, как только встать и уйти, что он и сделал. В дальнейшем мы продолжали служить вместе. Он вел себя так, как будто этого и не было. Я тоже делал вид, что ничего не случилось. Но однажды в откровенной беседе с ним где-то в кафе, куда мы ходили после работы, я сказал ему «Ты не понимаешь моих песен потому, что, во-первых, ты не образован. Во-вторых, ты никогда ничего не переживал в своей жизни. Ты не знаешь ни что такое боль, ни что такое страдание, ни что такое печаль, тоска, душевные муки. Ты не знаешь, что такое Родина и тоска по ней. И постепенно обозливаясь, вероятно, не без влияния алкоголя, я сказал ему «Ты, Юрочка, старый супник. У тебя всегда можно было купить любовницу, встретиться с женщиной на твоей квартире. Ты всю жизнь пел по отдельным кабинетам и получал в руку на чай от богатых людей. Ты человек воспитанный, так сказать, при чужой рюмке водки. Откуда тебе понимать человеческие чувства? Вот когда с тобой случится беда, горе какое-нибудь, ты, может быть, тогда и поймешь что-нибудь во мне». Он чуть не убил меня за эти жестокие слова, замахнувшись бутылкой. Но нас развела публика. На этом наши отношения как будто прекратились. Но окончились они все же иначе. Однажды, съездив в Белград на гастроли, Юра познакомился с девицей огромного роста выше меня на голову, которая была участницей белого движения. Звали ее по-военному Танька пулемет. Она была намного моложе Юры и была женщиной решительной и энергичной. Она сразу прибрала его к рукам. Юра влюбился в нее. Влюбился жестоко и сразу. Он любил большие куски, как в еде, так, очевидно, и в любви. Уже сильно постаревший к тому времени этот бывший лев был весьма быстро перестрижен ею с мирного пуделя. Она командовала им и третировала его. Женевшись на ней в Белграде, где он отбил ее у богатого серба, не пожелавшего жениться на ней, он привез ее в Париж. Это был ход со стороны женщины, которая сыграла на самолюбии своего богатого любовника. А Юра был козлом отпущения. Любовник взвыл, она нанесла сильный удар. В конце концов, он приехал за ней в Париж, они, по-видимому, встретились, и эта особа, которую, кстати, мы называли молодая лестница, в один прекрасный день, когда Юра был в поездке, бросила его и уехала в Белград, предварительно начисто ограбив, продав все его имущество, даже квартиру со всей мебелью. Юра затасковал, и как? Он даже похудел от горя. Это было его первое душевное потрясение. Как-то вечером он пришел в то место, где я пел. Заказав себе вина, он волей-неволей вынужден был слушать столь ненавистное ему мое пение. Я пел довольно безобидный вальс «Дни бегут». Там есть такие слова. Сколько вычурных пос, сколько сломанных роз, сколько мук и проклятий и слез. Как сияют венцы, как банальны концы, как мы все в наших чувствах глупцы. А любовь это яд, а любовь это ад, где сердца наши вечно горят. Но дни бегут, как уходит весной вода, дни бегут, унося за собой года. Время лечит людей, и от всех этих дней остается тоска одна, и со мною всегда она. Наконец я кончил, Юра встал и подошел ко мне. По лицу его ручьями текли слезы. Прости меня, только и мог произнести он. Я простил. История с собакой Три события потрясли Париж. О них захлебываясь писали газеты, не щадя красок, фантазии и темперамента. Первым был полет Икара, как его окрестили парижане. Однажды утром поезд президента республики подходил к дебаркадеру какой-то небольшой станции. Президент стоял у окна, высунувшись из него до поезда. По-видимому, машинист паровоза неудачно затормозил состав и президент вылетел на платформу, как был в полном дозабельге, то есть в одних подштанниках, прямо на руки ожидавших его приезда депутатов. Три недели все куплетисты Мон Мартра и Мон Парнаса воспевали этот изумительный полет главы правительства. Поэт Дон Аминадо, отдавая дань этой божественно легкомысленной расе, патетически восклицав. Где еще в подлунном мире из вагонного окошка вылетают президенты в полосатых пижама? Событие сие надолго оттеснило на второй план политические события того времени. Вторым сенсационным событием было возвращение знаменитой парижской видетты Мистангетт, ездившей на гастроли в Америку. Уяхав туда на три года, она вернулась через три месяца. По-видимому, ее там не поняли. Кстати, в это время ей шел 75-й год, что, впрочем, не мешало ей блистать на сцене. В Париже женщина не имеет возраста и до 40 лет вообще считается подростком. Молодых женщин парижане не любят. Парижане прирожденные конферансье. Стоя на углу бульвара Распай, я однажды слышал следующий разговор двух уличных продавцов, из которых один продавал подтяжки, а другой пятна выводчик. Каждый из них расхваливал свой товар, ловко пересыпая свою речь злободневными остротами на политические и иные темы. — Ты слышал, Жанн? — кричал один из них другому. — Американцы с нас требуют военные долги, а? Что ты на это скажешь? — Хороши союзнички, не переставая освежать пятна выводчикам чью-то грязную фуражку, отвечал Жанн. — Чего они от нас хотят, в конце концов, эти янки? Мы же им послали мисс Тангетт, возмущался он. — Да, но ведь они ее нам вернули, добросовестно пояснял первый. — Ну и что же из этого? Мы ведь их об этом не просили, спокойно парировал Жанн. Толпа грохотала, французы любят шутку, товар распродавался легко. А третьим событием была история бедного Фифиса. Это уже мировая сенсация. Дело в том, что одному профессору медицины, крупному французскому ученому, проводившему опыты над животными, понадобилось испробовать свою вновь изобретенную сыворотку на собаке. Поймав где-то на улице приблудившегося фокстерьера, рассеянный профессор привел его в свою лабораторию и сделал ему прививку. До сих пор все шло благополучно. Однако безутешная владелица пропавшего фокстерьера вскоре разнюхала эту историю и подала на профессора в суд. Парижане заволновались. Эдак каждой собаке может грозить подобная опасность. Сердобольные хозяйки всех этих жужу и бежу проливали горючие слезы над судьбой фокстерьера, прижимая к сердцу своих любимцев. «Поуэр Фифис, бедный Фифис!» рыдая восклицали они. Поймав профессора где-то на улице, они забросали его камнями. В письмах откровенно угрожали его жизни. Консьержки, лавочницы, молочницы и домашние хозяйки требовали для него суда линча. За профессора вступилась пресса. Ведь это же на пользу человечества. Газеты раздували мировой пожар. Печатались статьи знаменитых собаководов, собаковедов и собакопромышленников. Лучшие умы Франции в течение целого месяца были заняты этим вопросом. Газеты давали интервью с самыми неожиданными лицами, вплоть до владельцев колбасных фабрик. Опрос был всенародный, как плебисцит. В кино показывались картины, воспроизводившие опыты над собаками, причем посетители делились на два лагеря, за и против. Показы этих картин обычно заканчивались драками. Парижане были возмущены до предела. Собирались огромные средства для общества защиты животных. Какой-то старый маркиз пожертвовал собакам свое огромное поместье с особняком в 46 комнат. Если бы половина этих слез, пролитых над судьбой Фифиса, была пролита над судьбой Ла Гель Кассе, если бы четверть этих собачьих денег была отдана в распоряжении тех несчастных, бедные инвалиды войны, проливавшие свою кровь за отчизну, были бы до самой своей смерти обеспечены материально. Но таков Париж. И в день взятия Бастилии 14 июля, когда народ танцует на всех площадях и по шан залезе утром двигается обычная в этот день демонстрация, ее и на этот раз торжественно открывали везомые в колясочках и ведомые под руки слепые изуродованные инвалиды Ла Гель Кассе. Эту историю с Фифисом я рассказал специально для того, чтобы дать понять моему читателю ту особую прособачью атмосферу, которая царила в Париже в те дни, когда со мной случилось это весьма незначительное происшествие. Впрочем, все по порядку. Я в то время жил в Пасси. Рядом со мной, буквально за моим домом, начинался знаменитый Булонский лес, краса и гордость парижан. Бесконечные пространства хвойного и лиственного леса в самом центре города, где можно укрыться от летнего зноя, в тени деревьев, гулять, кататься верхом или в собственной машине, десятки и сотни километров асфальтированных прекрасных дорог, рестораны, дансинги, старинные замки французской аристократии, обедневшие и вымирающие, почти все уже давно проданные американцам. Словом, все удовольствия мира, вплоть до фавнов, блуждающих в чаще леса и пугающих непристойными жестами замечтавшихся гувернанток и бонн. У меня была собака. Это была белая красавица, боксер с единственным пятном в виде коричневого монокля вокруг правого глаза. Звали ее Долли. У нее был, в общем, спокойный характер, и когда мы с ней приходили в кафе и садились за столик прямо на улице, она непринужденно вскакивала на стул и сидела, окидывая публику полным достоинством взгляда. Когда к нам подходил гарсон, чтобы принять заказ, я неизменно сперва обращался к ней как к даме. «Что вы хотите, Долли?» спрашивал я. «Гав!» коротко и выразительно отвечала на собачьем языке это означало бриошь, то есть сдобную булочку. Я заказывал, гарсон подавал. Долли скромно съедала свой бриошь и продолжала спокойно сидеть, разглядывая соседей. Ее уже хорошо знали в пассе, у нее были кое-какие недостатки. Она не выносила кошек, крыс, мотоциклистов и верховых лошадей. Во всем остальном она была настоящая леди. В Париже собак надо держать на лесс, то есть на ошейнике, в ремне или цепочке, и ни в коем случае нельзя отпускать их от своей ноги. А ведь собаки как дети, им тоже хочется побегать по душистой траве, покувыркаться, погоняться за птицами или, не дай бог, за лебедями в прудах, где дремлют в воде жирные ручные карпы. Вот тут-то и начинаются трудности. Булонский лес кишит ажанами, строгими полицейскими в синих кепи и пелеринах, которым совершенно нечего делать среди свободолюбивых парижан и которые всю свою служебную энергию направляют на борьбу с собаками, осмелившимися дать волю своей звериной жизнерадостности. Каждое утро я брал доли на лес и мы шли гулять в Булонский лес. Там, выбрав местечко поглуше, где совсем не видно ажанов, я спускал ее с привязи и она устраивала такие собачьи бега со случайными подругами, что у меня захватывало дух от восхищения. Когда вдалеке показывался ажан, я свистел ей и в одну секунду она уже сидела рядом со мной, привязанная на лес и с нескрываемым презрением разглядывала приближающегося ажан. Ажан накидывал ее подозрительным взглядом и проходил дальше, придраться ему было не к чему. Тем не менее, он все прекрасно понимал и собаку мою держал, так сказать, на учете в своей профессиональной памяти. Однажды я сидел на скамейке в самом уединенном уголке Булонского леса и читал газету. Вокруг меня на дорожках и полянках резвились десятки собак разных пород и мастей, спущенные с лес своими сердобольными хозяевами, которые также читали газеты, курили или рассуждали о трагической судьбе бедного фифиса. Ко мне подошел Ажан. Месье, корректно сказал он, приложив руку к козырьку, я попросил бы вас взять вашу собаку на лес. Я отрицательно покачал головой. Это невозможно, месье, отвечал я. Владельцы фифисов заволновались и стали спешно собирать своих питомцев. Образовалась куча людей и из нее слышались негодующие замечания. Какой осел придумал эти правила? Бедные животные не могут даже побегать полчаса. Подошел еще один Ажан. Ваш префект Кьяб, господин лейтенант, старый корсиканский осел, его самого надо посадить на цепь, чтобы он поменьше самовольничал у нас в Париже, злобно ворчал какой-то старичок с ленточкой почетного легиона в петлице. Это ему не корсика. Лейтенант был глух и нем. Он был олицетворением закона. Во Франции можно ругать правительство сколько угодно. Это никому не возбраняется. И поэтому до ушей лейтенанта подобной речи просто не доходили. «Я еще раз прошу вас, месье, взять вашу собаку на лес, иначе мне придется принять другие меры», настойчиво и строго повторил он. «Увы, я не могу это сделать», отвечал я. Лейтенант засвистел, подошли еще трое ажанов. «Этот месье не желает взять свою собаку на лес», заявил он пришедшим. Ажаны строго переглянулись и потребовали, чтобы я следовал за ними в префектуру. Мрачно скрестив руки на груди, я твердо заявил «Никуда не пойду» и демонстративно уткнулся в газету. Образовалась уже довольно большая толпа, из которой, как из грозовой тучи, временами сверкали молнии гнева и сочувствие мне. «Я вас заставлю повиноваться, французским законом», вскипел лейтенант. Один из Ажанов подошел к телеграфному столбу, открыл ключом ящичек полицейского телефона и позвонил куда-то. Через пять минут передо мной стояла карета полиции с решетками на окнах. Дело принимало дурной оборот, толпа уже свистела и улюлюкала. «Мор сюр лаваш, смерть коровам», неслись из нее бешеные возгласы. Ажанны были неумолимы. Сомкнутым строем они двинулись ко мне, чтобы, связав меня в случае сопротивления, засунуть в каретку и, доставив в префектуру, закатить штраф пятьсот франков и попутно намять мне бока для порядка. Я понял, что сопротивление бесполезно. Тогда я встал со скамьи, подошел к старшему из них и спокойно спросил. «Что вам от меня угодно, месье?» «Нам угодно, чтобы вы немедленно взяли на лес вашу собаку, которая гоняется в данную минуту за породистыми утками на показательном пруду». Я пристально взглянул ему в глаза и с невозмутимостью англичанина еще раз твердо произнес «Я не стану этого делать! Почему?» в бешенстве крикнула Жанна. «Потому что это не моя собака». В это утро доли со мной действительно не было. Толпа завыла от восторга. Меня обнимали, целовали, жали мне руки и хохотали как сумасшедшие, пытаясь даже качать меня. Они улюлюкали вслед уходящим сконфуженным ажанам и были в восторге. Французы умеют ценить шутку. Обед с Чаплином Когда в Париж приехал Чарли Чаплин леди Деттердинг русская по происхождению решила устроить ему прием у себя в апартаментах отеля Кри Ион на Пас Ван Дом. Желая показать ему русских артистов, она пригласила к обеду тех, кто был в Париже в то время. Меня и Лефаря она посадила рядом с Чаплиным. За обедом мы разговаривали с ним и даже успели подружиться. Американцы сходятся очень быстро за Дринком. После обеда начались наши выступления. Лефарь танцевал, я пел, Жан Гулеско играл две гитары, Настя Полякова пела старые цыганские песни и чарочки гостям. Чаплин был в восторге. Когда стали пить шампанское, метрдотель, кри иона, миссия Альбер подал свои знаменитые наполеоновские фужеры старого венецианского стекла с коронами и наполеоновским энн. Сервиз, которым гордился отель Криион, личный сервиз императора, оставшийся еще с тех пор, как Наполеон останавливался в этом отеле. Цыгане запели чарочки, первую они поднесли Чаплину. Чаплин выпил бокал до дна и к моему ужасу разбил его об пол. Все молчали. Через несколько минут он выпил второй бокал и тоже разбил. Метрдотеля переворачивала. Альбер сделал умоляющие глаза и подошел ко мне. На глазах у него были слезы. Месье вертинский шепотом сказал он. Ради бога, скажите этому лаверню, чтобы он не бил бокалов. Мало того, что мы поставили леди Деттердинг в счет по 15 тысяч франков за каждый фужер, это сервиз исторический, заменить его нечем. Он искренне волновался. Я подождал, пока Чаплин нальет вина, и когда, осушив бокал, он собирался кокнуть его об пол, я удержал его руку. Чарли, спросил я, зачем вы бьете бокал? Он ужасно смутился. Мне сказали, что это русская привычка, каждый бокал разбивать, отвечал он. Если она и русская, сказал я, то во всяком случае дурная привычка. И в обществе она не принята. Тем более, что это наполеоновский сервиз, и второго нет даже в музеях. Он извинялся и горевал как ребенок, но больше посуды не бил. Черная лихорадка Они сходятся к десяти, быстрые, взволнованные, решительные. Кафе ДД, маленькое и уютное, набито ими до отказа. Но столы пусты. Они ничего не заказывают, не до этого. Тут миллионная перспектива, вы хотите, чтобы они чай с пирожными пили? Никогда! Что вы угощаете? В таком случае я присяду на минутку. Он садится. Мылом интересуетесь? Нет. А кэммл? Не надо. Есть бюстгальтеры? Тоже нет. А виски? Да мне ничего не надо. Как это ничего? Что вам пару тысяч заработка мешают? Да видите ли, я не коммерсант. А вы думаете, я коммерсант? Я парикмахер. Я же вас стриг в субботу. Ну конечно, я помню, вас зовут Моня. Вот вот, чем же вы интересуетесь? Бытом. Быт? Что это? Можно достать? Сколько вам надо? Сто ящиков. Подождите меня здесь. Я приведу одного человека, у него есть. Мои 15%. Окей? Окей. Нет, лучше выйти на улицу. Ого, как здесь кипит, как бурлит, говорю я. Суп из супников брезгливо острит один из приятелей. Почему? Да ты посмотри на этих парней в клетчатых голубых пиджаках с розовыми галстучками. Это же супники. А что такое супники? Наивно спрашиваю я. Хм, альфонсы, их бабы содержат. Народу здесь великое множество. Они собираются группами и парами, перекликаются через улицу, забегают под воротню, подъезжают на рикших, неожиданно выворачивается из-за вашей спины и так же быстро исчезает куда-то. Драфт? Головы? Джон Хейк? Сколько? Липа? Почему липа? Потому что беженцы из Ханькью делают это виски. Да нет. Я говорю за бисквиты. Вы же только что бисквиты предлагали. Это не я. У меня ножи для бритья. А что вам надо? У меня кремний для зажигалок я сам продаю. Страшные галицейские евреи, рыжие и веснутчатые, в круглых широкополых шляпах, точно сошедшие со старых гравюр, изображающих гетто. Они задумчиво крутят свои длинные библейские пейсы и, наматывая их на пальцы, тихо журчат, собираясь кучками. Нашим они не верят. Они держатся особняком и делают дела только между собой. Их интересует голд, драфты, переводы, валюта, деньги. Они торгуют только деньгами. Идз дзябло, не заврачай мне гловы, это поляки, польские евреи. Они говорят охотно и вежливо, кланяясь снимают шляпу, улыбаются. Одеты они бедно, но тщательно. Из добрых лодзинских материалов в немного длинных пиджаках по тогдашней берлинской моде уже изношенных, но еще полных достоинств. Их глаза горят голодным блеском, но обращаются они очень мягко. Извиняюсь, я слыхал, что пану требуется мыло. Нет, благодарю вас. В таком разе может быть коньяк? Нет, не надо. А дзыгарик пан не купит? А что это? Ну, часы по-русскому. Нет, не надо. Пшепрашим. Он отходит. А волна катится, бежит неустанно. Кого только здесь нет. Музыканты, приказчики из Бакалеек, комиссионеры пароходов, бармены из Сендао, содержатели притонов, парикмахеры, стукачи, героинисты, чуть подлеченные вынужденным сидением в тюрьме, хозяева пивных, скупщики краденого, просто молодые люди, попробовавшие первых легких денег и уже истратившие их, уже отсидевшие сроки наказания за проданную липу. Португальцы, китайцы, женщины. Да, и женщины тоже. Что они делают здесь? Вон та старая толстая тетя Фанни. Коротко по-мужски острижена она со всеми на ты. Она продает далеко неженские вещи. Название товара не упоминается вслух, но все смеются. Почем? Только по десять дюжин, отвечает она. Триста Си-Ар-Би. А эти кто? Девчонки из знакомых баров. Что они здесь делают? Я подхожу к их группе. Алло, Тамара, вы что здесь делаете? Продаете, покупаете? Да нет, мне вчера один фраер тут назначил свидание. Сказал, приходи на биржу, если у меня пройдет одно дело, я тебе полкосых дам. А вы, Илюся, я одному типу морду набить пришла. За что? Взял мой браслет продать, и ни его, ни браслета. Гуд лак! Веселая стайка моих молодых приятелей показывается из-за угла. Они ничего не продают, они уже продали в свое время и уже заработали, и теперь приходят сюда развлекаться. Дед, кричат они мне, у нас такая игра, я наш великий вечно юный дед, а они любимые внуки. Теперь они спрашивают, ты что здесь делаешь? Продаю разницу, какую, большую, а маленьких нет, нет. Это две большие разницы, говорят они. На углу в грязном подъезде серого высокого дома ничком в сырой нише лежит прокаженный. Он раздирает на себе ногтями страшные лиловые струбья и своем ест землю. Иногда он садится и начинает собирать вшей с лохмотьев своей одежды. Набрав полную горсть, он со злобными проклятиями кидает их на проходящих мимо. Его трясет, у него черная лихорадка. Люди равнодушно проходят мимо, а он корчится, воет и долго грозит им вслед. И страшные обрубки его почернелых ног еще долго торчат, словно обгоревшие ветви деревьев после пожара. Он кричит и кричит без конца. Это голос Китая. Хлам Раз в неделю по средам в Ренессансе проходили вечера хлама. Слово «хлам» означало художники, литераторы, артисты и музыканты. Конечно, ни художников, ни артистов, ни литераторов там не бывало по той простой причине, что таковых в Шанхае просто не было. Музыкантов было немного, но они по вечерам играли в дансингах и поэтому отсутствовали. Но зато бывала та публика, которая имела какое-то отношение к тому маленькому артистическому миру, который все же был в Шанхае. Ходили маникюрши, портнихи, парикмахеры, мелкие репортеры, спекулянты и жулики. Душой этих вечеров был некий гвадалк Вивиров, театральный паразит, приехавший еще в тридцатом году с балетной труппой в Харбин, администратором и оставшийся там. Он должен был на что-то жить и поэтому был неистащим на всякие театральные затеи, от которых ему перепадали немалые деньги. Артистам он обыкновенно платил мало или совсем не платил, уговаривая сделать это для искусства и прельщая интересной ролью. А всю выручку кассы клал в карман. В Шанхае было много скучающих дам, которые пели для себя и даже учились у кого-то для себя, но все они горели желанием показать себя на сцене и даже готовы были заплатить за это сколько угодно. Билеты обычно распространялись по знакомым или раздавались бесплатно. Эдуард Иванович Гвадал-Квивиров делал прессу, то есть помещал фото будущих звезд в местных двух газетках и писал от руки заметки о них. Костюмы брались у старого харбинского костюмера, у которого было все что угодно. Выпускались соженные афиши, где кровавыми буквами пламенело никому неизвестное имя какой-нибудь жены аптекаря или зубного врача. И дело было сделано. Гастролерша месяца за два до спектакля уже ни с кем не разговаривала, показывая рукой на горло, куталась в шелковые платки и горжетки и шепотом говорила знакомым «Пою травиату!» Некоторые вообще переставали разговаривать и объяснялись даже с мужьями письменно. Мужья жаловались. Это было совсем неудобно и сложно в семейной жизни. И наконец, не всегда же есть чернила и перо, и не при всех обстоятельствах есть такие моменты, когда просто невозможно поставить между собой и женой чернильницу. Но терпели. К дню спектакля дама окончательно теряла остатки голоса и объяснялась со сцены жестами. Но зато туалеты были умопомрачающие, что и требовалось доказать. В газетах появлялась рецензия вроде такой «Хорошо пела госпожа Конарик, чего нельзя сказать о декорациях». Действительно, декорации помалкивали. Эдуард Иванович, получив солидную сумму, с мужа этой дамы и забрав все, что было в кассе, скорбно вздыхал и говорил о том, как трудно внедрять в инертную шанхайскую публику святое искусство. В хламе местные поэты читали стихи, дамы пели цыганские романсы вроде «Замело тебя снегом Россия, запуржила седою пургой». Причем слово «запуржила» выпивали, сложив губы бантиком, так что получалось «запюржила». А по-французски слово «пюрж» означает «слабительное», «поэтому впечатление было особо сильное. Редкие музыканты иногда что-то играли, но дело было не в программе. В зале всегда находились таланты из публики, которые, подвыпив, жаждали успеха на сцене. Кто-то садился в оркестре за барабан и нещадно терзал уши присутствовавших, кто-то свистел из сильвы пронзительным воровским свистом форточника, стоящего на стреме, кто-то соло танцевал танго времен 914 года, когда его привезли в Россию беженцы из Варшавы. Словом, недостатка в исполнителях не было. Шанхайцы любили ходить в кабаре со своей программой, как ходят в театр немцы со своими бутербродами. За вход была установлена плата, которую Эдуард Иванович клал к себе в карман за организацию, да еще получал небольшой процент с торговли от хозяина. Раз в год Гвадал Квивиров устраивал в Большом летнем саду Аркадия выборы мисс Шанхай. Это дельцы уже покрупнее. В Шанхае было много девиц, имевших богатых покровителей и жаждавших славы. Подготовку к этому событию он начинал задолго. За то, чтобы только включить девицу в конкурсную группу, он уже брал деньги и немало. Тут уже была сплошная лавочка. Назначенный день сад наполнялся публикой, и на паркетный круг для танцев посреди сада выводили красавиц всех стилей, оттенков и типов. Кого только тут не было. Девушки из офисов, баров, ресторанов, балеринки, приказчицы, манекенши из домов платья, кельнерши, кассирши, белошвейки, проститутки, которые на вопрос, чем вы занимаетесь, отвечали, живу с человеком. Вся эта масса девиц проходила гуськом перед сидящей вокруг публикой, блистая туалетами и прическами, неся на груди соответствующий номер, и публика, получившая при входе талоны, должна была сдавать их жюри, написав на них сверху номер своей избранницы. На каждого из публики полагался один талон, и часто вкус публики сходился на какой-нибудь из них. Тем не менее, это не значило, что она будет избрана, потому что талонов можно было купить за деньги сколько угодно в кассе, и какой-нибудь поклонник, купив сразу их на большую сумму, добивался избрания своей дамы вопреки всему. Жулики, арабы, мошенники, вопила возмущенная публика. Девицы рыдали, сидя в уборной, а гвадалк Вивирова уже не было в саду, он незаметно смывался с деньгами от греха подальше. Каждый раз его собирались сбить, и каждый раз он ускользал от этого. А на следующий год вся история повторялась снова. Шанхай, 1941 год. Русские совсем осатанели. Все заняты спекуляцией. Очень быстро создаются целые состояния и так же быстро тают от одной неудачной комбинации или от капризов биржи. Какой-нибудь Яша, маленький агент по распространению пива Юби в кабаках на банде, который еще вчера не имел ни гроша за душой, сегодня покупает особняк. Он заработал на черной бирже. Шанхай кишит жуликами, кто служит в контрразведках, кто работает с японцами, кто просто шарит по карману. У меня два внука. Это у нас такая игра. Я великий вечно юный дед, а они мои внуки. Старшие любимые и младшие любимые, чтобы никого не обидеть. Оба бездельники, шалопаи. Младшие хоть на гитаре играет, а старшие занимаются только спортом. Оба драчуны и скандалисты, и, к сожалению, самые сильные из ребят. Их все боятся, и тронуть их не решается никто. Оба красавцы. Младший грузин, старший русский. Вид у них необычайно приветливый. Обаяние хоть отбавляй. Младший шатен, у него разные глаза, один карий золотой, другой голубой небесного цвета. Иногда это встречается у породистых кошек. Старший такой же стройный, с такой же ослепительной улыбкой, но весь седой. Глаза у него детски голубые. Оба чудные парни, если не вдумываться. Они и обожают меня, своего великого деда, и ходят за мной по пятам, как борзы. Боже, сохрани меня тронуть. Они просто убьют такого человека. С утра они уже у меня. Мы завтракаем в Ренессансе. Внуки выбирают самые дорогие блюда. Гет, выдержишь филе с шампиньонами? Из вежливости спрашивают они. Я зову Кельнюшу и строго говорю. Две порции манной каши. Почему-то она приносит им филе. После этого они пьют вино, потом кофе с ликером. Я задумчиво говорю. За эти деньги, что вы мне стоите, я бы мог угощать ежедневно двух чудных девочек восемнадцати и девятнадцати лет. Возможно, что какая-нибудь из них мне понравилась бы, и я, быть может, женился бы на ней. Не надо было плодить внуков, говорят они, и притом молоденькая за тебя не пойдет. Тебе уже слава Богу. Назвать мой возраст они не решаются. Мне еще нет пятидесяти, а им за тридцать каждому. После обеда выходим на улицу. Я люблю спать после обеда, но на улице дождь, до моего отеля два шага, однако огромная лужа преграждает нам путь. Я не пойду дальше, заявляю я. Посовещавшись, внуки делают из своих рук кресло, сажают меня и несут по авеню Жофр до моего отеля. Прохожие шарахаются, знакомые хохочут. У дверей отеля разыгрывается ежедневно одна и та же сцена. Дед, ты будешь дрыхнуть? Дай нам на кино. Не дам. Тебе же хуже. Мы пойдем просить милостыню и опозорим твое имя. Прижатый к стене, я говорю, я дам вам два доллара, но как нищим. Я бросаю на тротуар две скомканных бумажки. Они бросаются поднимать и дерутся из-за них. вечером разыгрываю. ему старший. А пока дед поет, я тебе заткну глотку твоим бефштексом. Редко кто решается продолжать этот разговор. Иногда завязывается драка. Все равно из-за чего. Они никому ничего не прощают. Зацепил ли кто-нибудь их во время танцев или нечаянно толкнул их даму? Скандал. Но какой? Все летит. Столы, блюда, посуда. Потерпевший весь в крови уже лежит на полу. Никто и ничто не может удержать. Я жду, пока все кончится, и они снова сядут за стол. Если скандал затеял младший, я строго говорю. За это ты на неделю останешься без сладкого. Если виноват старший, я говорю ему. Выйди сейчас же из-за стола и стань в угол. Он покорно встает и идет в гардероб, где и становится в угол лицом к стене. Но сердце не камень. Через две минуты я его прощаю. Шалопаи, бездельники, сержусь я. А что им делать здесь, в Шанхае? Здесь нет ни высших техникумов, ни университетов, ни школ специального назначения. В конце концов, они не виноваты в том, что их родители покинули родину в свое время, и они родились на чужой земле. Это тоже надо учитывать. Они ненавидят англичан и американцев. Если кто-нибудь при них дурно отзовется о Советском Союзе, они бьют его без предупреждения, совершенно не считаясь ни с тем, кого они бьют, ни с количеством врагов. Меня это восхищает. Босики, ворчу я, скандалисты. Но они прекрасно знают, что в душе я ими горжусь. Чудные парни. Наши достижения У каждого, конечно, свои странности. У меня их четыре. Я ненавижу сидеть в кино, слушать радио, ждать поезда и давать интервью. От этих вещей меня размаривает сон. И особенно последнее. Но, увы, интервью неизбежно. В особенности перед концертом. Мой интервьюер оказался простым и симпатичным человеком. Он позвонил мне по телефону и сказал, «Послушайте, мне надо от вас интервью брать. А у меня тут того. Своячница замуж выходит. Да вы еще, говорят, живете где-то у черта на куличках. Знаете что? Будьте спорт. Напишите сами, а?» Я подумал, как Розенов в уединенном. Принимая во внимание, что он любит мои стихи и что у него своячница-девственница, напишу сам. Я взял карандаш и бумагу, сел перед зеркалом, чтобы лучше видеть своего собеседника, и решил начать прямо с главного. «Александр Николаевич», — сказал я, — «что вас больше всего волнует? На сцене, конечно». Вопрос был задан очень умно и тонко. Я сразу попался на эту удочку. «Ну, как вам сказать? На сцене, — сказал я, — мне всегда было страшно. Я думал, вот сейчас кто-то вскочит, кто-то крикнет, — господа, да ведь это же ложь, это обман, этого не бывает. О чем он поет? Любовь? Какая любовь? Сказки? К черту, долой его!» И все полетит в бездну. Ноты, цветы, рояль. Все завертится. Люди, звери, все сольется в одно. Кто-то будет топтать меня ногами и кричать «Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» И сердце зазвенит и лопнет, как мыльный пузырь. А ведь если подумать, что такое актер? Человек, который претендует на внимание и время публики. Он как бы говорит «Смотрите на меня, слушайте меня, покоритесь мне». Но для того, чтобы занимать своей персоной внимания деловых, занятых и серьезных людей, надо быть неисчерпаемо интересным, значительным, многогранным. А что мы, актеры, знаем, наверное? Ничего. Что знает укротитель, входя в клетку со львами? Он надеется остаться в живых. Вот и все. Как-то в Нью-Йорке я ехал в такси с Шаляпином на его концерт. Зал Карнеги на четыре тысячи человек был распродан задолго. В такси мы молчали. Перед самым театром Федор Иванович обернулся ко мне. «Послушайте», — сказал он. «А вдруг они скажут, чего эта старая лошадь вылезла на сцену?» Я сразу не понял, кто они. «Ну, публика!» Я искренне возмутился. «Ну, как вы можете говорить такие вещи, Федор Иванович?» «Вы Шаляпин! Вы не имеете права так говорить о себе?» Федор Иванович грустно улыбнулся. «Подожди, они тебя еще разорвут когда-нибудь». И я его понял. Потом подумал. «Но как мало актеров, понимающих это?» «Обычно самые большие самолюбия бывают у маленьких актеров. А у парикмахеров их еще больше». Я помню, за кулисами перед спектаклем премьер капризничал. Парикмахеру приходилось переделывать парик несколько раз. «Не то!» — злился премьер. «Не годится! К черту!» И он швырнул парик на пол. Парикмахер обиделся. «Что вы мне говорите, не годится? Что я вчера начал работать с париками? Я, слава богу, уже двадцать лет на болванах работаю». Ответ был потрясающий. Премьер стал добрее. Мы покурили. Дальше беседа не клеилась. Чтобы помочь интервьюеру, я задал вопрос Вертинскому. «Ну, а как вам нравится наш театральный Шанхай, Александр Николаевич?» Вертинский оживился. «О, чудный город! Я нигде не видел такого количества поющих, играющих, танцующих, взывающих и глаголящих людей, как здесь. Обратите внимание, если в ресторане, например, сидит двадцать человек, то четверо из них – певцы, двое – конферансье, пятеро – танцоры или танцовщицы, а остальные – театральные критики». «А где же публика?» – спросил собеседник. «Публика?» «Она приходит в Кабаре уже со своей программой. Публики нет. Есть актеры. Как немцы со своими бутербродами ходят в театр. Они сами – программы. И актеры им не нужны». В Шанхае все актеры. Правда, многим в эмиграции пришлось уйти от любимого дела и заняться торговлей, коммерцией и еще чем Бог послал. Но все играли, все занимали положение. Когда-то Балиев, рассердившись на своих актеров, сказал «Пусть уходит вся труппа. Мне не нужно актеров. Если я захочу, у меня пожарные будут играть». Я думаю, что если Шанхай захочет, он перебил меня. «Вы говорите только о мужчинах». «Нет, о дамах тоже. Пример?» «Ну вот, выйдите на Жофр в хорошую погоду». «Монечка, услышите вы, как тебе нравится. Соня хочет петь травиату. Ну, не нахальство. У меня же эта партия выучена наизусть. Я же могу ее во сне петь. Хоть даже без дирижера». «И без публики», – злобно думает Монечка. Но говорит другое. «Странно, она мне еще за лисица не заплатила. А уже лезет в Лайсеум». А иногда разговор бывает другим. «Вы знаете, галочка, что надо поставить на Рождество у нас в кружке», – говорит юноша ковбойского типа. «Что?» «Хижину дяди Тома». «Галочка, которая играет небольшие роли, презрительно поводит плечами. Все равно здесь некому сыграть хижину». «Идея умерла». Мой друг Копочка, который все знает задолго и наверняка, иногда таинственно говорит мне. «Вы видите эту даму с нотами?» «Вижу». «Как вы думаете, что она сейчас делает?» «Не знаю». «Подкапывается под лакме». «Через месяц – бац!» «Афиша». «Из проклятого актерского любопытства я иду в театр. Через десять минут я уже вылетаю обратно. На глазах у меня слезы бешенства. Копочка, говорю я, не хочу быть актером, не хочу, не хочу. Почему я не академик, не герой, не мореплаватель, не плотник? За что, за что я несчастливый уродился актером? Копочка, возьмите меня из этой жизни, отдайте меня в солдаты или зубные врачи. Я не могу». Копочка пугается. «Только не делайте мне здесь истерику», – шипит он. «Люди слушают. Дойдет до нее, а я у ее мужа зубы лечу». Замолкаю. «А мне она нравится», – громко говорит он, так, чтобы все слышали. И добавляет тихо. «Ей-богу!» «Вы паршивый неврастенник», – говорит он мне на другой день. «Вам нельзя ходить в театры. Вот, читайте. Газеты же ее хвалят». Я читаю. «Хорошо пела Булкина, чего нельзя сказать о декорациях». Действительно нельзя. Борьба бесполезна. А с прессой тем более. Во-первых, пресса всесильная. Меня учили, что это шестая держава. А во-вторых, и мы карты в руки. Они-то знают лучше нас. Пресса у нас, конечно, добрая, очень добрая. И внимательная к актерам. Маленькие дарования она тоже не забывает отметить. Как-то читаю. «Очень хорош господин Бабушкин в роли лакея. Артист, видимо, проделал большую работу над собой. Копочка, – говорю я. Так это же расклещик афиш. А что, по-вашему, это не работа? Молчу». Как-то в Ревеле я встретился с моим другом, большим критиком, Петром Пильским. В это время в Ригу, которая была рядом с Ревелем, приехала Корсавина. Рижская газета сегодня заказывает Пильскому статью о ней. «Петр, – говорю я, – что же это сегодня тебя просит писать о ней? Газета большая. Что у них там, написать некому, что ли?» Пильский смеется. «А дело в том, – говорит он, – что у них там, в Риге, произошла, если так можно выразиться, растрата эпитетов. А что это значит? Ну, понимаешь, они там на своих доморощенных балерин, на разных там опичек и танечек, истратили все восторги. И уже о Корсавина им сказать нечего. Слов нет. Вот они и просят меня написать». Мы замолчали. Мой собеседник в зеркале уже зевал. «Да, – задумчиво сказал он, – вы действительно того, – не в растенник». Он встал и откланялся. «Привет, своячницы!» – крикнул я ему вслед. «Моим заграничным друзьям». Сегодня меня слушают русские люди. Многих я знал. Еще больше знали меня. Я никогда не лгал. «Тридцать лет в эмиграции я пел о том, что Родина прежде всего. Вспомните мои степи молдаванские, мои чужие города, мое о нас и о Родине, молись кунак и другие. Я пел о Родине тогда, когда кругом были одни враги. Когда, если вы говорили, что в Москве хорошая погода, вас считали большевиком, то есть своим врагом. Я пел, и ни у кого из вас не было сил бросить в меня камень. И сегодня вы также слушаете меня». «В июне прошлого года, обращаясь к эмиграции и перемещенным лицам по радио, я по мере своих способностей старался нарисовать картину жизни нашей страны в военные и послевоенные годы, а попутно рассказать и о своей скромной работе. Тогда я руководствовался только одним соображением. Ответить на то огромное количество писем, которые я получал и продолжаю получать сейчас, со всех концов мира, от наших русских людей, как знакомых, так и незнакомых. Это мое выступление было использовано реакционной зарубежной печатью, а также теме из бело-эмигрантских журналистов, которые продали свое перо, честь и совесть и стали служить врагам нашей Родины. Тем самым навеки заклеймили себя как изменники и предатели. Время от времени до меня долетают отголоски той грязной, лживой и крикливой шумихи, которая поднимает за рубежом наши враги в своих попытках оплевать и оклеветать нашу великую советскую социалистическую Родину. В этих попытках они не брезгуют ничем. Все средства для них хороши, если они ведут к цели. С той точки зрения, даже мое скромное имя используется ими как материал для гнусной антисоветской пропаганды. Так, например, за эти пять лет, что я живу в Советском Союзе, меня уже трижды хоронили. То меня расстреляли на первой же станции советской при возвращении из Китая, то я умер в концлагере от изнурительного труда где-то в Магадане, то покончил с собой в Москве, как утверждали нью-йоркские газеты. Недалее, как в прошлом году, корреспондент Associated Press Эдди Гильмар со смехом просил меня по телефону сообщить ему подробности моей смерти в ответ на запросы нью-йоркских газет. Каждый раз мне, так называемому покойнику, приходилось кряхтя вылезать из гроба и любезно отвечать иностранным журналистам словами бессмертного Марка Твена о том, что слухи о моей смерти несколько преувеличены. Нет, друзья мои, как себе хотите, а в дальнейшем я категорически отказываюсь хорониться. Мне положительно некогда заниматься этим. Все это говорит о необыкновенном скудоумии и отсутствии всякой фантазии у авторов этих наивных и однообразных инсинуаций. Так, комментируя мое первое выступление по радио, газеты американской зоны из Берлина писали, что это поет не Вертинский, а старые пластинки, что говорил слова к эмиграции кто-то другой, а сам Вертинский, мол, голодает и торгует газетами в Москве у Моссовета. Все было бы замечательно, если бы ни одна маленькая неточность. Дело в том, что у нас в Союзе нет частной торговли, ни газетами, ни чем-либо другим. Поэтому у нас и нет миллионеров, как, например, в Америке, где каждый гангстер обязательно начинал свою карьеру с торговли газетами. У нас для этого есть государственный киоский Союз Печати, которые и занимаются этим. Нет, я не торгую ни газетами, ни собой, как торгуют некоторые зарубежные «патриоты» в кавычках. Я творю и пою своему народу и получаю за это такую благодарность и любовь, которые за границей не купишь ни за какие деньги. Потому что там искусство существует только для развлечения, а у нас это насущная необходимость. В этом я вижу свою миссию, в этом моя великая награда за плоды моего скромного творчества. И так живу не один я, так живут все. Мы трудимся, мы помогаем матери по хозяйству, как любящие дети. И сегодня, находясь на чужбине, закройте руками лицо, русские люди, и плачьте, и не стесняйтесь ваших слез. Так же плакал я когда-то от одного случайно произнесенного кем-либо слова «Россия» от звука русской народной песни. Что же переменилось за это время? А случилось то, что я уже дома, а вы еще нет. Я, хорошо зная вкус того сорта хлеба, который называется чужим, пою у себя на родине, а вы все еще в отсутствии, у чужих людей. История шагает огромными шагами. То, что было вчера важно и нужно, сегодня смешно и непонятно. Пятнадцать лет тому назад из Европы осенью летели ласточки в теплые страны. Неожиданная перемена погоды, буран, мороз и снег, остановила их полет в пути. В Бухаресте, Будапеште и Вене они падают, обессиленные на площадях и улицах городов. И тогда сердобольные люди и их правительство распорядились собирать ласточек, отогревать, а потом в особых закрытых самолетах отправили их в Италию к солнцу и теплу. Помню, как это радовало тогда сердца людей, как гордились мы своей гуманностью. А с тех пор утекло не так уж много воды. И вот в печах-крематориях Майданека и Освенцепа взбесившиеся покорители мира фашисты сожгли миллионы живых людей. Какой жалкой и глупой детской сказкой показалась бы вам эта история с ласточками, если бы кто-либо вспомнил о ней теперь. Я уже говорил вам, что у меня просторная светлая квартира в центре Москвы, на улице Горького, бывшего Тверская. У меня прекрасная мебель, которую я купил на свои заработанные деньги, заработанной не спекуляцией на бирже, не эксплуатацией людей, а честным трудом актера высшей квалификации, который оплачивается очень высоко, как всякий квалифицированный труд в нашей стране. Никто не мешает нам зарабатывать сколько угодно, но только одним способом – трудом. Я живу со всем комфортом, который может себе позволить человек. У меня есть и радио, и рефрижератор, и рояль, Бехштейна, который мне подарило правительство, на котором я работаю и занимаюсь. Скоро у меня будет собственная дача. У меня растут дети, сейчас они еще крошки, старше 6 лет, младше 4 года, но я спокоен за их судьбу. Они не будут манекеншами парижских домов мод, которые показывают иностранцам дорогие модели чужих платьев, а сами ходят в рваных чулках и голодают или продаются покупателям этих платьев. Они не будут «данси-герл», или, как их называют в Америке, «такси-герл», то есть «девушки-такси», которые ночами напролет танцуют в барах с любыми мужчинами, купившими на них книжку тикетов, то есть билетов на танцы, наживая чахотку и отравляясь алкоголем. Они не будут содержанками старых банкиров и спекулянтов и не будут с юных лет мечтать о том, кому бы повыгоднее сесть на шею и как продать себя подороже. Они могут быть докторами, инженерами, юристами, архитекторами, артистками, учителями, даже учеными. Все зависит только от собственного желания. Во всем и всегда они, как и все советские дети, получат поддержку и помощь государства. Повторяю вам, я считаю себя абсолютно счастливым человеком. У меня есть родина, семья и благородный любимый труд. Чего же мне еще желать? Впервые за всю свою длинную бродячую жизнь я узнал, что такое свой собственный угол, что такое свой честно заработанный кусок хлеба, хлеба моей родины. Это не тот хлеб, который зарабатываешь в чужой стране, все время чувствуя себя иностранцем. Нет, это мой собственный хлеб, не тот, которым давится человек со слезами на глазах. Вот вам вкратце все о моей жизни на родине. Советские граждане, находящиеся еще за рубежом, на положении перемещенных лиц, не верьте нашим врагам, которые стараются отравить вас ядом клеветы, лжи и ненависти к Советскому Союзу. Верьте своему чувству патриотов. Помните, что вы дети своей великой родины, что вы должны вернуться в свой отчий дом, для того, чтобы жить и помогать своей дорогой и любимой матери. Я не могу ответить вам, кто обращается ко мне с письмами из-за рубежа, потому что тогда мне бы пришлось бросить все и заняться только этим, но я охотно отвечу любому из тех, кого я знал лично и кто знал меня. Таким образом, и эта очередная ложь наших и ваших врагов будет разоблачена. Русский голос 11 августа 1949 года Великий воин Албании Скандерберг В прошлом году мне пришлось интересно поработать над новым фильмом, приуроченным к 500-летнему юбилею освобождения Албании от турецкого ига. Скандерберг Мы ставили этот фильм совместно с молодой албанской кинематографией, и половина актеров в нем были албанцы. Надо было хорошо изучить эпоху, быт и дух этого свободолюбивого, непокорного и смелого народа, и показать его историю, не сделав ни одной ошибки. Задача была трудная, и Сергей Юткевич подошел к ней со всем своим опытом большого мастерства и талантом художника-декоратора, который так удачно сочетается в нем с талантом режиссера. Были собраны все нужные материалы, и мы, то есть наш коллектив, с трепетом взялись за работу. В помощь нам из Албании приехал профессор-историк-искусствовед Алек Будда, с которым мы консультировались во время всей работы. Отснятый по частям материал просматривал сам премьер Албании во время своих приездов в СССР, а затем во время съемок в самой Албании. Все это нас очень волновало и возлагало на нас большую ответственность. Показывать чужому народу его историю задача нелегкая, конечно. Албания молодая страна и в основном была страной земледельческой. Только теперь после своего освобождения она становится на ноги и ее кинематография в зачаточном состоянии. Мы помогаем ее становлению, как помогаем всем дружественным нам демократическим странам. К нам из тираны приехали молодые албанские актеры Наим Фрашери, играющий Пале, Адевни Алибали, играющая Мамицу, сестру Скандерберга, Беса Имами, играющая Донику, его жену и другие. Мы с интересом разглядывали этих скромных и застенчивых молодых актеров и, по правде говоря, боялись за них. Хватит ли у них опыта справиться с такими ролями? Но это продолжалось недолго. Вскоре мы были очарованы непосредственностью их переживаний и какой-то особенной свежестью, которую принесли с собой эти люди гор. По вечерам в Ялте, где снималась часть этой картины, после съемок мы сидели с ними часто на берегу моря и они пели нам песни своей родины. Песни их были грустные, остатки турецкой неволи сквозили в них. Но очарование их покоряло нас. Через месяц вся студия наша уже пела по-албански. Мои сцены ограничивались Москвой и Ялтой, и мне не нужно было ехать в Албанию. Я расстался с ними в октябре. Съемочный коллектив уехал в Албанию. Там происходили все исторические битвы Скандерберга, и вся страна принимала в них участие. Албанские композиторы предоставили нам подлинные народные песни и танцы того времени. Крестьяне спускались с гор, чтобы передать нам свои подлинные народные костюмы той эпохи. хранимые как святыня в дедовских сундуках. В массовых сценах не было ни одного статиста, ни одной фигурантки. Рука гримера не прикоснулась ни к одному лицу. Костюмера не сшили ни одного костюма. Все делал сам народ. В этом была большая победа Сергея Юткевича. Таким образом, он избежал опереточности всех костюмных постановок. Все было подлинное. Нечего и говорить о том, что отношение правительства и всего народа было самое внимательное и искреннее. Сейчас картина третий месяц нисходит с экранов Албании, и отзывы о ней сверх восторжены. Скандерберга играет народный артист грузинской СССР Акаки Хорава. Это блестящий трагический актер типа Мамонта Дальского. Он отлил Скандерберга из бронзы и подарил его Албании. И теперь люди, смотрящие на памятник Скандербергу, который стоит в столице Албании, Тиране, на площади. Уже они могут отделить его от образа, созданного Хоравой. Мне пришлось играть роль великого дожа Венеции. И во внешнем облике я исходил из портрета дож Венеции Джованни Беллини. Вы увидите его на экране. К сожалению, при монтаже картины роль была сильно обрезана, и лично меня это не удовлетворяет. Но материал оказалось слишком много, и весь он не вмещался в те два часа, которые полагаются на демонстрации всей картины. Картина, на мой взгляд, снята безукоризненно. Выбор натуры, сама композиция кадров поражает. В цветовом плане она превосходит все до сих пор виденное мною. Оператор картины Андриканис воистину показал чудеса в этой работе. Недаром наши газеты называют его чудесным. Музыку писали албанский композитор Ческ Задея и наш Юрий Свиридов. После этой картины я уже сыграл новую роль. К юбилею Чехова мы ставили ряд его произведений инсценированных для экрана. В числе их будет сделан полнометражный цветной фильм из его рассказа Анна на шее. В этом фильме я играю роль губернатора князя. Картина еще не закончена, но я уже отснялся в ней. А сейчас я вылетаю в Киев на пробу в киевскую киностудию. Там готовится большой фильм, приуроченный к дате воссоединения Украины с Россией Богдан Хмельницкий. Мне предлагает роль коронного гетмана Польши Потоцкого. Роль мне нравится, но все зависит от того, как пройдет проба. Киноработа очень увлекает меня своим разнообразием и возможностью пробовать себя в различных образах, потому что в моем концертном искусстве мне все же тесновато. Ведь любая песня длится от трех до пяти минут, и за это время многого не создашь. В песне все должно быть сжато, конкретно и коротко. А в фильме есть где развернуться в любой роли. Москва 10 февраля 1954 О спектакле «На дне» в Ленинградском театре драмы имени Пушкина Недавно я смотрел «На дне» с ленинградцами. Боже, как я не согласен с ними! Какой нажим, какая педаль, какое фортиссимо! Сатин шулер, сухой и твердый в своей работе, высушенной на огне своего опасного и напряженного ремесла, каждую минуту рискующий, где-то глубоко запрятавший свой протест, не может и не смеет так благодушно рассуждать с видом загулявшего архиерея, которому надоело бормотать молитвы и притворяться. Он выезжает на темпераменте. Но это не убеждает или убеждает тех, кому этого достаточно. У Сатина каждое слово вынуто из-под спуда, из глубины души, в которую он сам никогда не заглядывает и не дает никому заглянуть в нее. И это только великий маг и волшебник, священный алкоголь заставляет его так говорить. Говорит недозволенное самому себя. Каждое слово, каждое мнение этого человека сокровенно и несвойственно ему в жизни. Об этом надо помнить актеру. И что же? Вместо этого актерский темперамент и пафос. Барон Фрейндлих неубедителен, рассудочен, излишне умен. Барон это все же какая-то линия в нужнике. Он и сентиментален, и беспомощен, и добр, увы, добр, несмотря на свои грозные выкрики по адресу Настю. И вот он идет все-таки за ней. Пойду посмотрю, что она там. Потому что он жалеет и, может быть, даже по-своему любит Настю. И погорячившись, тут же идет на попятный. Актер вообще играет на втором плане, и поэтому не доходит до зрителя. А жаль. Татарин хорош, не бездушен. Единственный, кто держится в образе с самого начала и до конца, это Толубеев. Он безукоризнен, хорош и точен в своем типаже загулявшего человека. Этот актер никогда не ошибается. У него блестящее, я бы сказал, чувство шкуры того, кого он играет, и главное, великолепное чувство меры. Так важно иногда актеру помолчать, дать публике за тебя подумать, за тебя поиграть. Этого актеры не любят, а между тем это нужно. Настя говорит, как будто вколачивает свои реплики, как сваи в землю. Зачем это? Ведь она же только женщина, слабая женщина, ее протест это протест слез, а не гнева. А она уходит так, как будто через пять минут она сделает революцию. Не надо этого, неверно, не надо этого страшного надрыва. Ведь она же любит все-таки этого несчастного барона, и только дразнит его, вымещая на нем свои обиды и муки. И песня спета слишком звонко, надо тише, они уже все пьяны. Это мука и боль поют их устами, тихо, безнадежно. И тогда на этом фоне, как удар грома, звучит фраза. Братцы, там на Косогоре актер удавился. Огромная пауза, и только после этого эх, дурак, песню испортил. Вот где сила Горького. Какой потрясающий финал. Но этого не было. О кинокартине режиссера Кристиана Жака Кармен Франция В кино, как ни в одном из видов искусства, необходимо совершенство. Тончайшее и глубочайшее чувство меры, потому что аппарат это безжалостный и, увы, абсолютно объективный свидетель всего происходящего. В картине, виденной нами сегодня, очень много нажима. Кармен не мешало бы поменьше вихляться и больше задумываться над своими поступками, жестами и поведением. Это чудесная актриса, играющая Кармен, но не Кармен. Она ни на секунду не задумывается над тем, что делает, а в жизни так не бывает. Даже преступник, убивающий своего врага, в какой-то момент задумывается, прежде чем его убить. А обреченность Кармен, она не выявила ее почти физическую жажду смерти, как расплаты за большие страсти она не показала. Это, несомненно, клиническая Кармен, и при том весьма поверхностная. Ее охлаждение к Дон-Хозе поверхностно и внутренне неоправданно. Неясно и непонятно, почему она его разлюбила. Разочарование в предмете своей любви неубедительно. А заметно наклеенные ресницы делают ее Примадонной. Надо было играть тише и глубже и проще. Притом вся картина дурно пахнет мелодрамой и театром в самом обычном смысле этого слова. Человеческих чувств в ней нет. Хозе тоже слишком красив и статуарен. Лучше всех, пожалуй, кривой и то относительно. Надо было демократизировать картину, приблизить ее к простоте, к поту, к правде. Это им не удалось. Впрочем, они и не умеют этого делать. Больше загара, пыли, пота и грязи и меньше кабаре. Таково мое мнение. Мои дочери. У меня их двое. Одной семь, другой восемь лет. Одну зовут Биби, другую Настенька. Биби родилась в Шанхае, Настя в Москве. В это утро они сидели в пижамках на подоконниках, считая танки, проходившие по улице Горького и как всегда ссорились. Ты китайка противная, говорила Настя. Ты родилась в Шанхае. Ну и что из этого? Спокойно возразила Биби. Ну и родилась. А я москвичка, я родилась в Москве. Ну? Вот тебя на Красную площадь не пустят, а я могу пойти. Почему? Потому что я москвичка, а это праздник только для москвичей. Я нахожу, что пора вмешаться. Это праздник для всех трудящихся, говорю я. Для всех? Да, для всех. Но Биби защищается по-своему. Никакая ты еще не москвичка, говорит она. Почему? Потому если голубь родился в конюшне, значит он лошадь. Москвичи это те, которые живут 800 лет в Москве. Настя потрясена. Она считает, сколько лет ей еще надо жить, чтобы считаться москвичкой. Я снова вмешиваюсь и разъясняю вопрос. Разговор переходит на другую тему. Папа спрашивает Настя. А детям можно ходить с демонстрацией? Можно. С мамами или одним? Лучше с мамами. Почему? Ну, мало чего. Вдруг им что-нибудь захочется по надобности. Можно взять с собой горшочек, задумчив говорит она. Бибка не пропускает случаи поднять на смех эту идею. Что же это получится, призрительно говорит она? Тысячу ребят и все с горшками. Маленькие должны сидеть дома, а ты? Я другое дело. Я пионерка. мне мне даже милиционер честь отдает. Настя вздыхает. Она только в первом классе и в пионеры ее пока не берут. Когда я буду пионеркой, говорит она, я даже спать буду в красном галстуке. И прежде всего я знаешь, что сделаю? Что? Отколочу тебя. Пионером нельзя драться, замечаю я. Тогда я отколочу ее раньше, за полчаса до этого. Чтобы их примирить, я спрашиваю. Ты стишки выучила? Да. Какие? Посмотри в свое окно. Все на улицах красно. Пьются флаги у ворот, пламенем пылая. Видишь, музыка идет, там, где шли трамваи. Вся страна и млад и стар празднует свободу. И летит мой красный шар прямо к небосводу. А шар ты нам купишь? Неожиданно заканчивает она. Куплю. А новые платья нам наденут? Да. А новые банты? Да. Через полчаса мы выходим на улицу. Сколько радости, смеха, улыбок, знамена, флаги, цветы в руках у молодых девушек, музыка, песни. И я вспоминаю первое мая в Париже. Пустые улицы, дома с закрытыми ставнями, целые кварталы оцепленной полиции, хмурые лица рабочих, нездоровые лица детей и серое парижское небо. Папа, сегодня у всех праздник, и у немцев, и у французов, спрашивает Настя. У всех, кто трудится и работает, отвечаю я. А что делают те, которые не работают? Они делают все, чтобы испортить рабочим этот праздник. Девочки на минуту задумываются. Размышления Нас не надо хвалить и не надо ругать. Я представляю себе нашу театральную жизнь как огромную табельную доску. Если вам понравилось что-либо в нас, подойдите и молча повесьте на гвоздик жетончик. Если нет, не делайте этого. Восхищаться, благодарить и облизывать нас не надо. Это портит нас и раздражает умнейших из нас. Мы святые и преступные, страшные в своем жестоком и непонятном познании того, что не дано другим. Нас не надо трогать руками, как не надо трогать ядовитых змей и богов. Стихи должны быть интересные по содержанию, радостные по ощущению, умные и неожиданные в смысле оборотов речи, свежие в красках и, кроме всего, они должны быть в пору каждому, то есть каждый, примерив их на себе, должен быть уверен, что они написаны о нем и про него. Жить очень трудно. Пока ты молод, ты не замечаешь этой трудности. Твое внимание отвлекает тысячи мелочей, тебя очаровывают всевозможные земные развлечения и недосягаемости, тебя манят к себе планы и мечты, победы, такие трудные, такие ненужные, отвлекают твое внимание от главного, от того, что ты живешь. То есть ты тратишь положенное тебе весьма ограниченное время на эти второстепенные вещи. Сколько времени мы тратим на так называемую любовь, на борьбу за свое существование, на желание достигнуть каких-то успехов, чем-то выдвинуться, обратить на себя внимание и прочее. Тут нам не до итогов, тут мы широко и безоглядно тратим себя, свои лучшие силы, свое Божие дарование, расточаем себя, как моты и кутилы. Незаметно в этих вечных хлопотах, исканиях, победах и поражениях, проходит главный кусок времени, проходит жизнь. И когда все это проходит, и тебе уже за 60 лет, и ты чего-то добился, а чего-то не добился, и когда уже нет сил, и ты поздно спохватился, подсчитав свои ресурсы, а ты еще живешь, но уже промотался, и в кармане у тебя последние гроши, а жить еще надо, и главное, неизвестно, сколько лет надо еще жить, то тут встает во всей своей простоте и неумолимости вопрос, а чем жить? Ведь почти все растрачено, израсходовано, и сколько жить? тишина, молчание, никто не знает, сколько, вот тут начинаешь понимать, что ты банкрот, что надо жить, а жить нечем, все уже истрачен, самое трудное это жить, просто жить. Так все хорошо, и номер приличен, и кровать ничего, и коньячку выпьешь, и книжка интересная под рукой, только холодно, мерзнут ноги, мерзнет душа, подмерзает искусство, которого я являюсь сеятелем. Сейте разумное, доброе, вечное, не крас. Нетопленные театры с полузамерзшими зрителями напоминает музей восковых фигур, которые мне поручено растопить глаголом своего полупризнанного искусства и превратить в людей. При напряженном труде выше темпы, при сверх дозволенной медицинной затрате сил, я получаю сомнительное удовольствие от удовольствия зрителей или слушателей, которые мимоходом послушали какой-то наивный бред о красивых чувствах и разошлись под шумок, покачивая головами и добродушно улыбаясь. Есть же, мол, еще такие чудаки. Чтобы приступить опять к своим примусам, авоськам и разговорам завистливым, злобным и мелочным. А я получаю взамен холод номера и холод одиночества. Таким образом мне платят продуктами из рефрижератора свежезамороженной и потому безвкусной дрянью. Океан равнодушия захлестывает меня. Чем больше живет человек, тем яснее становится ему, в какую ловушку он попал, имея неосторожность родиться. Все неверно, все жестоко, все навек обречено, говорит поэт Георгий Иванов. И увы, это так. Мы живем трудно, неустанно боремся за каждое препятствие, напрягаем все силы для преодоления сволочных мелочей, учимся, постигаем, добиваемся побед, напрягаем свое мышление и разум до предела. И как только мы добиваемся наконец ясности мысли, силы разума и что-то начинаем уметь и знать, знать и понимать, нас приглашают на кладбище, нас убирают как опасных свидетелей, как агентов контрразведки, которые слишком много знают. И другие, новые, юные, неопытные, начинают разбивать свой лоб о том, что нам уже давно известно. Такова жизнь. И нам, старым и мудрым, как змеи, остается только улыбаться и притворяться, что все хорошо, все правильно, все так, как надо, все еще придет, все еще будет, чтобы не разочаровывать их, начинающих жизнь, тех, кто идет за нами. Жизни, как таковой, нет. Есть только огромное жизненное пространство, на котором вы можете вышивать, как на бесконечном рулоне полотна, все, что вам угодно. Вам нравится токарный станок? Влюбляйтесь в него, говорите о нем с волнением, с восторгом, с экстазом, убеждайте себя и других, что он прекрасен. Вам нравится женщина? То же самое. Обожествляйте ее, не думайте о ее недостатках. Вам хочется быть моряком, океаны, синие дали, делайте сим, только со всей верой в эту профессию и так далее. И вы будете счастливы какое-то время, пока не надоест токарный станок, не обманет женщина, не очертей море и вечная вода вокруг. Но все же вы какое-то время будете счастливы. Жизни, как таковой, нет. Есть только право на нее. Бумажка, ордер на получение жизни. Жизнь надо выдумывать, создавать, помогать ей, бедной и беспомощной, как женщине во время рода. И тогда что-нибудь она из себя, может быть, и выдавит. Не надо на нее обижаться и говорить, что она не удалась. Это вам не удалось у нее ничего выпросить. По бедности своего воображения. Надо хотеть, дерзать, и не рассуждая, стремиться к намеченной цели. Этим вы ей помогаете. И ее последнее слово, как слово матери вашей, всегда будет за вас. Но помогает она только тем, кто стремится к чему-то. Ибо нас много, а она одна. И всем она помочь не может. Есть люди, которым судьба оказывает большой кредит. Вот вам, тебе, радости жизни, благополучие, достаток, удача, успех и прочее. Пока бери, а потом сочтемся. Ну, а если человек оказывается недостойным этих милостей ее, у него их отнимают. Но все же какое-то время, и часто очень длительное, он их имеет и наслаждается ими. Мне же судьба не дает ни гроша в кредит. За все мое кажущееся благополучие, я плачу наличными. И какой ценой самый завышенный, как платят ростовщику, с процентами. Я получаю только заслуженный отдых, только заработанные кровью, потом и нервами деньги, и ничего даром или легко. Вот, встав в шесть утра, машиной я мчусь на станцию Невинномызскую. Там сажусь в поезд и томлюсь в нем весь день. В двенадцать ночи я приезжаю в Грозный, в гостиницу. Я получаю после всяких мелких формальностей довольно грязный и вонючий люкс с сортиром и ванной, который не работает, причем меня предупреждают, что это номер обкома. Какая честь! Часа два я раскладываюсь, потом развешиваюсь, потом ем свой скудный ужин, редиску и яйца, купленные на станции, и, наконец, в два часа ночи я имею право вытянуть ноги на кровать. Наступает покой. Да, наступает. Но когда? После каких длительных терзаний? Я расплатился за него двадцатью четырьмя часами. Страшно. А другим это дается просто, легко, как должное. И они не лучше меня, не благороднее, не талантливее, а вот им дают в кредит все это. Все прошло, забыто. По дороге к смерти путь земной так скушен, одинок и сер. Я врач, спокойно и внимательно наблюдающий за кроликом моей души, которому, или вернее на котором, время производит свои экспериментальные опыты. Мне впрыснули эликсир времени. Я, конечно, тут ни при чем. Это принудительная вивисекция. И вот он начинает действовать. Сначала у меня пропал аппетит к жизни. Я разлюбил природу, музыку, искусство, даже свое искусство. Потом я разлюбил людей, детей, цветы, стихи, книги, театр, многое другое. Наконец, женщин. Это последнее, что я разлюбил. Постепенно сужается круг. Я уже очерчен мелом, как гоголевский философ Хама Брут. Закрой глаза, шепчет мне внутренний голос. Иначе погибнешь. И я закрываю их на многое, чтобы спастись, чтобы жить. сужается круг. Сейчас у меня остается дети, семья, жена, дом. Немного тщеславия, я еще играю в кино. И кое-как тлеет, не горит любовь к искусству, к актерству, к мастерству. Самое страшное женщины ушло из моей жизни. Вот и все. Кролик, вероятно, и сдохнет. Едва ли он выдержит этот эксперимент. А если и выдержит, то уже не будет прежним веселым кроликом, смешившим и забавлявшим людей. Письма Вертинский Белостоцкому, США. Сведений об адресате нет. Шанхай, 19 марта 1937 года. Мой дорогой мальчик, очень порадовало меня твое письмо. Хорошо знать, что где-то за океаном у тебя есть друг, а их у меня очень немного. Отвечаю тебе сразу на все больные вопросы. Да, я еду домой. Я удостоился высокой до слез чести. Меня единственного из всей эмиграции Родина позвала к себе. Я не просился, не подавал никаких прошений, анкеты прочего. Я получил приглашение от ВЦИКа, приехать петь на Родину. Это приглашение было результатом просьбы комсомола. Ты поймешь мое волнение. Дети моей Родины позвали меня к себе. Я разревелся в кабинете посла, когда меня вызвали в консульство и объявили об этом. Этого не выдержали бы ничьи нервы. Все слова излишни, пойми сам. Не буду тебе говорить о том, что я хожу наполненный до краев высокой и гордой радостью. Поэтому вся газетная грязь у меня вызывает только улыбку, и то добрую и благостную. Песня, о которой так много говорят, написана была два года тому назад в Сан-Франциско. Я спел ее только теперь. Ничего советского, конечно, в ней нет. И только кретины и подонки могут находить в ней это. Та же любовь к России, та же тоска по ней, вот и все. Встречена она публикой бурей восторга и аплодисментов, ибо в ней я говорю, как всегда, то, что думают почти все, за исключением подлецов и идиотов. Теперь дальше. Уеду я, вероятно, осенью, не раньше, так как у меня есть долги, и я должен расплатиться с ними и многое купить и сшить себе. Поэтому я открываю здесь свое кабаре гордения. К первому апреля надеюсь открыть. Концерты прошли с безумным успехом, в одном Шанхае я спел двадцать концертов. Ну, конечно, я много зарабатывал и все проживал. Теперь хочу скопить денег на дорогу домой. В Америку пока не собираюсь. Приеду через два-три года из России. К тому времени буду уже миллионером. Одни пластинки будут давать миллионы в год. Понимаешь? А какое счастье петь перед родимыми людьми на родном языке в родной стране. А те кто меня порицает завидуют мне в душе и многое бы дали чтобы быть на моем месте. Но мне высоко безразлично. Повторяю, это высокая честь и счастье и это Господь меня наградил. За мои скитания и унижения в эмиграции и за мою любовь к людям. Семнадцать лет я напоминал эмигрантам, что у них есть Родина. Семнадцать лет я будил в их сердцах чувства, которые у многих заснула любовь к Родине. Теперь в России я вижу свою миссию в том, чтобы, рассказав там о страданиях эмиграции, помирить Родину с ней. И все камни, летящие в меня, я принимаю с улыбкой. Я вижу сквозь время. Я гляжу далеко вперед и верю в час, когда все мы вернемся. Вот тогда многим будет стыдно. А тебе, мой дорогой Боренька, я думаю, очень часто и больше всех хотел бы видеть и тебя в Москве. Все, что будет в моих силах, я сделаю в Москве, чтобы вернуть на родину двух людей, тебя и Ивана Мазжухина. Пиши мне, держи в курсе. Целую тебя крепко, мой дорогой друг. Поцелуй от меня всех моих друзей. Скажи, что я их люблю и помню. Да хранит тебя Бог, твой Шура. 1937-38 год, Шанхай. Пусть он сошьет себе тогу из моего костюма пьеро. Письмо в редакцию. Милостивый господин редактор, не откажите в любезности поместить на страницах вашей единственной приличной газеты в Шанхае эти несколько строк. В данное время я нахожусь в Циндао. Сюда редко и нерегулярно доходят газеты. Тем не менее, из разрозненных номеров этих газет я понял, что в Шанхае, так сказать, делят мои ризы. Ризы, правду сказать, не пышные. Да и что может быть у меня актера? Костюм пьеро? Фражеватые портсигары от благородной публики? И фотографии? Реквизит, как видите, театральный и небогатый. Не думаю, чтобы этот адвокат от Иверской, который преследует меня уже два года за неимением лучших дел в своей практике, что-нибудь выиграл от этого аукцион. Но здесь очевидно преследовалась другая цель. Вымазать дегтем ворота. Иначе никак нельзя объяснить эти грязные анонсы в этих грязных газетах. Ну что ж, пусть. От того, что собака напачкает на памятник Пушкина, качество Евгения Негина не изменится. Не правда ли? Да и что могу сказать я после того, как поступили эти издания спокойным шаляпином? Уж если ему ворота мазали, то мне удивляться нечего. Но в интересах, так сказать, истины, я хочу объяснить, за что с меня взыскивают деньги. Как вам известно, два года тому назад я открыл в компании с другими лицами КБР Гордения. Мало знаю, Шанхай, я попал на такой штат сотрудников, который в очень короткое время разворовал мое дело, что называется, до нитки. Несмотря на блестящие дела, я легко запутался и был объявлен банкротом. Мои компаньоны благополучно отвязались от этих обязательств, как более опытные люди, а я, как человек малокоммерческий, остался отвечать один за всех. Надо отдать справедливость моим кредиторам. Узнав, что у меня ничего нет, кроме костюма Пьеро, они оставили меня в покое. И только один ходатай по делам увязался, так сказать, вплотную. Лично ему я, разумеется, ничего не должен, и даже в глаза его не видел. Но, очевидно, он по дешевке купил какой-нибудь из моих вышеуказанных в тираже чеков, и вот развлекается, развлекая в то же время немногочисленную публику объявлениями и заметками подобного сорта. Конечно, ни одна уважающая себя газета не поместила бы подобного объявления. Но чего можно требовать от этих изданий? Я посмеялся, и тем дело кончилось. Если бы у великого кино продали с аукционных костюм Гамлета, то это была бы история, история театра. А если у Вертинского продают костюм Пьеро, то это маленькая, грязная, шанхайская история. Ну что ж, костюм мне не нужен, я из него вырос. Пусть этот ходатай от Иверской сошьет себе из него адвокатскую итогу. Посмейтесь же и вы со мной, господин редактор. Александр Вертинский. Вертинского костюм Пьеро, серебряные портсигары и другие вещи будут продаваться с аукциона по приказу исполнительного отдела местного суда особого района Шанхая. Аукцион состоится 10 августа в 9 часов утра во дворе суда 59. Участие в аукционе свободное для всех. 0 58 75. Вертинский Молотову Глубоко уважаемый Вячеслав Михайлович, я знаю, какую смелость беру на себя, обращаясь к вам в такой момент, когда на вас возложена такая непомерная тяжесть, такая огромная и ответственная работа, в момент, когда наша Родина напрягает все свои силы в борьбе. Но я верю, что в вашем сердце большого государственного человека и друга народа найдется место всякому горю и, может быть, моему тоже. 20 лет я живу без Родины. Эмиграция большое и тяжелое наказание. Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. Жить вдали от Родины теперь, когда она обливается кровью и быть бессильным ей помочь самое ужасное. Советские патриоты жертвуют свой упорный сверхчеловеческий труд, свои жизни и свои последние сбережения. Я же прошу вас, Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать свои силы, которых у меня еще достаточно, и, если нужно, свою жизнь моей Родины. Я артист, мне пятьдесят с лишним лет, я еще вполне владею всеми своими данными, и мое творчество еще может дать много. Раньше меня обвиняли в упаднических настроениях моих песен, но я всегда был только зеркалом и микрофоном своей эпохи. И если мои песни и были таковыми, то в этом вина не моя, а предреволюционной эпохи затишья, разложения и упадка. Давно уже мои песни стали иными. Теперешнее героическое время вдохновляет меня на новые, более сильные песни. В этом отношении я уже кое-что сделал. И эти новые песни, как говорят об этом здешние советские люди, уже звучат иначе. Разрешите мне вернуться домой. Я советский гражданин. Я работаю кроме своей профессии в советской газете Шанхая «Новая жизнь». Пишу мемуары о своих встречах в эмиграции. Книга почти готова. ТАСС хочет ее издать. У меня жена и мать жены. Я не могу их бросать здесь. И поэтому прошу за всех троих. Первое. Я сам Александр Вертинский. Второе. Жена моя грузинка Лидия Владимировна 20 лет. Третье и мать ее Лидия Павловна Циргвава 45 лет. Вот и все. Разбивать семью было бы очень тяжело. Пустите нас домой. Я еще буду полезен родине. Помогите мне, Вячеслав Михайлович. Я пишу из Китая. Мой адрес знают в посольстве в Токио и в консульстве в Шанхае. Заранее глубоко благодарю вас. Надеюсь на ваш ответ. Вертинский. Шанхай 7 марта 1943 года. Вертинский замминистра культуры Кафтанову. Дорогой Сергей Васильевич, если у вас хватит времени и терпения прочесть это письмо, то посмотрите на него, как на своего рода курьез. лет через тридцать-сорок я уверен в этом, когда меня и мое творчество вытащат из подвала в забвение и начнут во мне копаться, как копается сейчас в творчестве таких дилетантов русского романца, как Гурилев, Варламов и Донауров, это письмо, если оно сохранится, будет иметь свое значение и, быть может, позабавит радиослушателей какого-либо 1900 затертого года. Почему я пишу его? Почему я обращаюсь к вам? Не знаю. К вам оно меньше всего надлежит, если говорить официально. Но я не вижу никого, кому бы я мог обратиться с моими вопросами и не верю в человечность, внимательность, чуткость ни одного из ваших больших людей, потому что они слишком заняты другими, более важными государственными делами, и их секретари никогда не положат на их стол мое письмо и вообще не допустят меня до них. Щадя время, учитывая их занятость, еще потому, что эти большие люди за 13 лет, что я нахожусь в Союзе, ни разу не удосужились меня послушать. Где-то там, наверху, все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране. Газетчики, журналисты говорят, нет сигнала, вероятно, его и не будет. А между тем я есть и очень есть. Меня любит народ. Простите мне эту смелость. 13 лет на меня нельзя достать билеты. Я уже по четвертому и пятому разу объехал нашу страну. Я пел везде и на Сахалине, и в Средней Азии, и в Заполярье, и в Сибири, и на Урале, и в Донбассе. Не говоря уже о Центрах. Я заканчиваю уже третью тысячу концертов. В рудниках, на шахтах, где из-под земли вылезают черные, пропитанные углем люди, ко мне приходят за кулисы совсем простые рабочие, жмут мне руку и говорят, спасибо, что вы приехали. Мы отдохнули сегодня на вашем концерте. Вы открыли нам форточку в какой-то иной мир, мир романтики, поэзии, мир, может быть, снов и иллюзий, но это мир, в который стремится душа каждого человека, и которого у нас нет пока. Все это дает мне право думать, что мое творчество, пусть даже и не очень советское, нужно кому-то и, может быть, необходимо, а мне уже 68-й год. Я на закате, выражаясь языком музыкантов, я иду на коду. Сколько мне осталось жить? Не знаю, может быть, три, четыре года, может быть, меньше. Не пора ли уже посчитаться с той огромной любовью народа ко мне, который, собственно, и держит меня, как поплавок на поверхности и не дает утонуть. Все это мучает меня. Я не тщеславен, у меня мировое имя, и мне к нему никто ничего добавить не может. Но я русский человек и советский человек, и я хочу одного стать советским актером. Для этого я и вернулся на родину. Ясно, не правда ли? Вот я хочу задать вам ряд вопросов. Первое. Почему я не пою по радио? Разве и в Монтан, языка которого никто не понимает, ближе и нужнее, чем я? Второе. Почему нет моих пластинок? Разве скажем песни Бернеса Утесова выше моих по содержанию качества? Третье. Почему нет моих нот, моих стихов? Четвертое. Почему за 13 лет нет ни одной рецензии на мои концерты? Сигнала нет. Я получаю тысячи писем, где меня спрашивают обо всем этом. Я молчу. В декабре исполняется 40 лет моей театральной деятельности, и никто этого не знает. Верьте мне, мне не нужно ничего. Я уже ко всему остыл и высоко равнодушен. Но странно и неприлично знать, что за границей обо мне пишут, знают и помнят больше, чем на моей родине. До сих пор за границей моих пластинок выпускает около миллиона в год. А здесь из-под полы все еще продают меня на базарах по блат. Мне горько все это. Я, собственно, ничего у вас и не прошу. Я просто рассказываю вам об этом, потому что вы интересуетесь искусством и любите, по-видимому, его. Как стыдно ходить и просить и напоминать о себе. А годы идут. Сейчас я еще мастер, я еще могу. Но скоро я брошу все и уйду из театральной жизни. И будет поздно. И у меня останется горький осадок. Меня любил народ и не заметили его правители. Примите мой привет и мое глубокое доверие к вам, как к настоящему советскому человеку, и прошу помнить, что это письмо вас ни к чему не обязывает. Ваш Александр Вертинский 1956 год. Вертинский Лисовскому Москва 6 октября 1955 года. Милый дружище Казимир, совершенно случайно на три дня попал в Москву. Меня отпустили на праздники. Закончив гастрольную поездку, я улетел в Киев, пробыл всего неделю дома. С 25 октября снимаюсь в Киеве в двух картинах «Костер бессмертия» и «Фата Маргана». До конца ноября я в их плену. Между прочим, часть натуры снимаем в Сухуми. С 1 декабря у меня Рига и Ленинград. Потом январь, концерты в Москве, а дальше Средняя Азия. Вот вам план моей работы. Устаю, злюсь, часто мерзну в нетопленных театрах. Никаких радостей, ни творческих, ни собачьих, кроме колбасы, которой нас кормят на студии. Она-то именно называется собачья радость и действует в духе ваших внуковских бутербродов. У меня к вам вопрос. Улетая в Арктику, вы надели шляпу и хотя бы пыльник, или приехали туда, как в Москву? Ваши фото лучше бы я не видел. На них какой-то злой, усталый старик. Меня надо долго и любовно ретушировать, прежде чем показывать меня. Супруга моя сдала диплом на отлично. Ее очень хвалили за вкус, которого нет у наших талантливых художников, как выразился один из критиков. Навеллы лежат и чего-то ждут. Писать некогда. Здоровье обычное, но нервы никуда не годятся. Спасаюсь коньяком. Коты на даче растут и дичают. Нам починили крышу и грозятся сделать ремонт. Поздравляю вас и жену с праздником. Ваш Вертинский. Ставрополь, 3 июня 1956 года. Дорогой дружище Казимир, отдохнув в Москве ровно 10 дней, я снова ринулся в турне по Северному Кавказу. Это, конечно, намного легче, чем ваша Сибирь, но тоже не подарок. Погода тут стоит ужасная, дождь хлещет с утра до ночи и всю ночь тоже. Успех у меня обычный, но холод собачий, удобств никаких. Спел Минводы, теперь Ставрополь, Грозный, Краснодар, а дальше возможно Ялта и конец. В Москву в отпуск. Я взял в поездку летние вещи в надежде на жаркий июнь, а теперь замерзаю. Мы все часто вспоминаем тебя и Дашу, и твои банкеты с пельменями и бизонных. Очень беспокоимся, зажили ли уже на твоем высоком челе следы Дашиных кошачьих бархатных лапок. Надеемся, что зажили, и ты снова бродишь по городу с высоко поднятой головой, как и подобает настоящему поэту. И твои друзья, позвонив тебе в квартиру, снова спрашивают, здесь живет звезда поэтов ослепительной Фердуси. В мире ничего нового, если не считать вспышек на солнце и предполагаемых вспышек Дашиного темперамента. Брохес, Михаил Борисович, аккомпаниатор Вертинского, жаднеет с каждым днем и пил в Кисловодске нарзан от жадности, потому что бесплатно. Абрам обижается и уже совершенно перестал понимать шутки. Абрам в турне 1956 года по Северному Кавказу администратор Вертинского, фамилия не установлена. Как грузин я еле скриплю, мотаюсь по разным дорогам Кавказа, неохотно пою и пью коньяк после концертов. Закончу, вероятно, Ялты, может, там будет теплее. 29 июня буду в Москве, доченьки уже на даче. Как же ты живешь, Казимир, куда думаешь деваться летом, как сын. Если захочешь ответить на письмо, то пиши на Москву, иначе меня трудно поймать в этих проездных городах. По радио говорят, что у вас там тепло. Завидую тебе, а я мерзну, как цуцик. Посылаю тебе карточку. Снялся в Кисловодске. Одну сольную и другую со своими рабами. Ничего интересного. А где-то есть в большом и светлом мире иная жизнь и теплые края. А я живу в нетопленном сортире, окруженной постоянными заботами нашей родной партии и правительства, как пишут в газеты. Ну, пока бодрись, мужайся, сопротивляйся, ели-ка возможно. Пиши побольше и не дозволяй Дарье портить твою благородную вывеску. Целую, жму руку, Даши привет, твой Вертинский. 9 ноября 1956 года. Дорогой друг, вот только что позвонил почтальон и принес твою милую книжку в скромной голубовато-серой обложке. И я получил мешок голубых драгоценных камней, чистых, радостных, сверкающих. И, увы, никому в этой проклятой действительности не нужных, бесценных и бесполезных, как и все искусство вообще. И я вспомнил Георгия Иванова. Даже больше, кому это надо просиять сквозь осеннюю мглу. И деревья заглохшего сада широко шелестят никому. Я читаю твою книжку понемножку. Стихи нельзя читать сразу, много. И меня бесит, что ты еще веришь во всю эту чушь. Впрочем, иначе их бы и не напечатали. Ты растрачиваешь свое большое дарование на воспевание казенных земель и безрадостных событий. Какие-то эвенки, убогие радости и даже не радости, а прозябания. Оторвись. Пошли к всю эту демагогию. Подумай о том, что ты поэт. И поэт настоящий. Пой бесцельно, полным голосом о том, что тебе хочется, а не о том, что нужно. Они уже со своими идеалами и сами не знают, куда им повернуть. Недавно мне попала в руки неизданная поэма Ахматовой «Поэма без героя», написанная еще в Ташкенте в 42-м году. Знаешь, как она говорит о поэте? Существу это странного нрава. Он не ждет, чтоб подагра и слава в попыхах усадили его в юбилейные пышные кресла, а несет под цветущим вереском по пустыням свое торжество. И ни в чем не повинен, ни в этом, ни в том и ни в третьем. Поэтам вообще не пристали грехи поплясать пред ковчегом завета или сгинуть, да, впрочем, об этом лучше них рассказали стихи. Вот тебе дорога, пиши, ты же можешь, брось свои игарки и курейки и пой полным голосом. Не подумай, дорогой, что это рецензия. Книжку я еще не прочел и говорю не о ней. Те десять страниц, которые я прочитал, уже зацепили меня такими строками, как «Казалось, что плутая, колеся, рванулась, тронулась в места глухие, вся голая, вся нищенская, вся бездомная, бездольная Россия». И мне еще предстоит много находок в твоей книжке, много радости. Но помни мои заветы. Я ведь гляжу через года, в века. Я что-то знаю и пока еще ни в чем не ошибся. Целую тебя. Желаю хороших праздников в твоем сером, но милом городе. Привет кровожадной повелительнице твоей, привет сыну. Я уезжаю 14-го в Тбилиси. Написал изумительный сценарий «Дым без отечества». Скоро начну сниматься в фильме Олега Дундич. В ночь под Новый год вернусь домой и больше не буду петь пока. Твой Вертинский. Вертинский Топоркову 5-го ноября 1949-го года Дорогой Василий Осипович, смотрел спектакль и хочу выразить вам свое восхищение и благодарность за приглашение. Образ композитора вы создаете верный, советский и подлинно трогательный. Особенно сильное впечатление производит эта сдержанность обиженного человека, эта внутренняя борьба с самим собой. Сцена с танкистами и ваш уход просто великолепны. Это, конечно, самое сильное место в роли. А главное, что это советский человек. Вам это удалось необыкновенно. Я получил искренне полное удовлетворение от вашего творчества. Да иначе и быть не могло. Вы необычайно одаренный актер, да еще и умница. Аплодирую вам от всей души. Ваш Вертинский. Москва 10 апреля 1953 года Дорогой Василий Осипович, посмотрите, какой шедевр отыскал я в книге Антокольского. Называется он Гамлет и предельно отвечает моим, а может быть и вашим настроением творческим. Посылаю вам его, хотя, быть может, вы его уже знаете. Москва 13 апреля 1953 года Дорогой друг, посылаю вам еще немного стихов. Мы ведь с вами, как антиквары, любим редкости. Шлю два стихотворения Антокольского и одно, написанное в Ленинграде в день смерти Блока его другом, о котором мало кто знает, поэтом Зорген Фреи. Сейчас, если не поленюсь, напишу вам еще одно. Это почти предсмертное стихотворение Осипа Мандельштама. Наслаждайтесь. Я скоро уезжаю в поездку месяца на три. Раньше лета не увидимся. Жму вашу руку привет супруги. Ваш Вертинский. Без даты. Дорогой Василий Осипович, по уже установившейся традиции и влечению сердца, посылаю вам свое последнее стихотворение. Как вы его найдете? Черкните два слова. Привет, ваш дружеский Вертинский. 20 ноября 1953 года. Дорогой друг, все это время я думал о вас. Как вы справляетесь с вашим горем? Вероятно, уже играете, пашите своего Шекспира. Даже на горе нам отпущено очень немного времени. А дальше надо одеваться и гримироваться. Тащитесь траурные клячи, актеры, правьте ремесло, чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. Блок. Бюллетень кончился, надо опять приниматься за старое, пахать своего Шекспира. Хорошо сказано у Гумилева, все мы святые и воры, из алтаря и острога, все мы смешные актеры в театре Господа Бога. Ну что ж, будем жить и работать. Вертинский Без даты Дорогой друг, посылаю вам три моих стихотворения и одно стихотворение Блока в надежде, что вы его не знаете. Стихи очень помогают жить. В них отыскиваешь свои мысли и чувства и уже делается легче от сознания того, что кого-то мучили те же муки, что и тебя. В крайнем случае, они, может быть, развлекут вас. Привет и спасибо за милый вечер. Ваш Вертинский Москва 18 ноября 1954 года Дорогой друг, во-первых, спасибо вам за встречу с вашей молодежью. Это сильно освежает. Они у вас любопытные, как воробьи, и веселые, как котята. Меня это немножко встряхнуло. Обязательно спою им в январе. Посылаю вам последний опус. Стихи должны быть интересные по содержанию, радостные по ощущению, умные и смелые, и неожиданные в смысле оборотов речи. Свежие в красках, и кроме всего, они должны быть впору каждому, то есть каждый, примерив их на себя, должен быть уверен, что они написаны о нем и про него. Желаю вам творческих успехов и уезжаю, утопая в сияние голубого дня. Вертинский. Пост скриптум. Но большой вопрос, отвечают ли эти стихи моей теории. 17 февраля 1956 Дорогой друг Василий Осипович, давненько мы с вами не виделись. Последний раз видел вас на моем концерте в Цедри, но вы не зашли ко мне за кулисы. Я немного болею, скоро должен ехать в Среднюю Азию на два-три месяца. Вероятно, раньше лета и не увидимся. Я за это время сыграл две картины в Киеве, спел пятнадцать концертов в Ленинграде и двенадцать в Москве и все. Больше ничего нового в моей жизни не случилось. Откопал в старом журнале великолепное стихотворение Иннокентия Анинского «Петербург». Посылаю его вам. Вот как раньше писали. И другой Петербург Мандельштама. Оба стихотворения похожи на засохшие венки со старого кладбища. Венки из бессмертников. Позавчера была художественная выставка дипломных работ в Академии художеств улица Кропоткина. Моя Лилька выставила там свою дипломную работу Суриковского института Тристан и Изольда. Об этой работе Ефанов сказал так, художник профессор Суриковского института. «У нас много талантливых художников, но, к сожалению, у них мало вкуса. В лице Вертинской мы выпускаем художника с большим настоящим вкусом». То же сказали и другие. «К сожалению, применить свои знания и способности не так-то просто у нас. Я был бы вам глубоко благодарен, если бы вы посмотрели ее работы. Они висят в главном зале и есть в каталоге выставки. Если будет время, взгляните, дорогой, ваше мнение нам обоим очень дорого. Шлю вам горячий привет, который прошу разделить с вашей очаровательной супругой Вертински. 20 февраля 1956 Так вы больны, дорогой? Что же не позвонили? Я бы навестил вас. А я тоже болен, уже две недели. Острое желудочное заболевание. Главное, что я никогда обычно не болею ничем. Вероятно, это уже старость. Спасибо вам за дружеское письмо и за поддержку Лили. Она вас благодарит и целует. Посылаю вам еще стихов, чтобы вы не скучали. Отвечать не нужно. Вам вероятно трудно писать с больным глазом. Даст Бог это пройдет. Поправляйтесь скорее. Мы не должны болеть, мы нужны народу, а вы особенно. Привет Ларисе Мамонтовне, она вас выходит. Крепко вас целую, ваш Вертинский. 3 ноября 1956 Дорогой Василий Осипович, спасибо, стихи действительно хорошие и оригинальные, но мало. А я вот отыскал книжку одного изумительного поэта, который, к сожалению, уже успел умереть. Его зарезали где-то на даче под Москвой. Недавно о нем была восторженная статья в культуре, но книжки его пока не переиздают, а жаль. Поэт он настоящий. Это Дмитрий Кедрин. Посылаю вам его зодчие. У него есть еще много хороших стихов, но его уже нет. Что же вы не пишете, как вам понравились изумительные строки Ахматовой из поэмы без героя. Она не издана, и я имею ее в рукописи. Шлю привет Ларисе Мамонтоване и пожелания веселых праздников вам обоим. Вертинский. Письма Вертинского Юткевичу. Восьмого декабря пятьдесят второго. Дорогой Сергей Осипович, я ужасно соскучился по нашей группе. Очень трудно отрываться от работы, которая тебе приятна и увлекательна. Поэтому я влачу жалкое существование. В моем учреждении гастрольбюро меня ждали неприятности, приготовленные нашим вождем Сулханишвили, так сказать, нож в спину. И теперь я занят распутыванием этой пакости. Как всегда, победа останется, по-видимому, за мной, потому что на моей стороне правда, и потому что наверху у нас сидят честные и умные люди. Но здоровье это стоит много. Как же вы работаете, дорогой, как погода? Не подводит ли она вас? И много ли сняли? Когда думаете вернуться в Москву? Я в день приезда позвонил Елене Михайловне, Илющенко, жена Юткевича. Передал ей ваши приветы и письмо. Она мне сказала, что Албания утвердила хораву. Я тогда еще не знал этого. За это время я видел интересную картину в доме кино «Пармскую обитель» и слушал перед этим Жоржа Садуля, который говорил о трудностях французской кинематографии и о том, что поэтому они ставят только сто картин в год. А мы почему-то десять на такую страну, как наша. Картина чудесная и снята операторски изумительно, с такой глубиной и чистотой. А какие актеры! Там один играет короля, можно с ума сойти. И, между прочим, руки у него главные. Есть слухи, что Б уходит Большаков, министр кинематографии, и на его место будет назначен Ильичев. На место погоревших картин включили овода, и уже все подмигивают мне. Но с меня довольно кардиналов. Я не хочу повторяться, и при том, почему они решили, что я больше ничего играть не могу. Погода у нас крепкая, мороз и много снегу. Я думаю, у вас там тоже не жарко. До свидания, дорогой. Передайте привет Жене Андриканису. Желаю вам ни пуха, ни пера, как полагается. Приезжайте, хоть Новый год встречать будем вместе. Жму вашу руку Вертинский. 14 декабря 52 Дорогой Сергей Осипович, сегодня разговаривал по телефону с нашей милой Джанет и узнал, что приехал Бубнов, что она еще с ним не разговаривала и ничего не знает, что мой материал смотрели на Мосфильме Кузаков, Фролов и еще кто-то забыл. Бубнов актер участник съемочной группы фильма Юткевича Великий воин Албании Скандерберг. Кузаков Фролов лица, представлявшие на просмотре руководство кинематографии. И что им очень понравился. Выяснилось, что в моем первом плане лезет парик и что его, по-видимому, придется переснимать. Но это нетрудно. Что Бубнов привез материал, но еще никто не видел. Джанет говорит, что вы там пробудете до 10 января. Бедненький. Значит, Новый год будете встречать в этой холодной Ялте, вдали от всего света и от семьи. Сочувствую вам. Там есть традиционные молочницы, с которыми встречает Новый год, все забытые богом актеры Мосфильма. Вероятно, вам придется с ними встречать. Колотозов сделал Дзержинского якобы очень удачно. Худ совет Мосфильма доволен. Здесь ходят слухи, что Ленинграду и, главным образом, Файнциммеру отдают овод для постановки, но пока еще он сценарий в работе. Александр Михайлович Файнциммер кинорежиссер. Сценарий только делается. Я, конечно, трепещу, замирая с присущим мне интуицией и самомнением, считая, что кардинала Монтанели должен играть я и никто другой. Но это, конечно, еще большой вопрос, хотя все актеры уже считают это чуть ли не свершившимся фактом. Позвонил сейчас Елене Михайловне. Хотел спросить у нее новости о вас, но дома нет. По-видимому, она еще в театре. Сейчас только десять с половиной часов вечера. В ночь под Новый год всей душой буду с вами. Подому бокал за нашу картину. и вы там поднимите. Все будет хорошо. Я верю и в вас и в Албанию. У-ра! Нас еще наградят албанскими орденами. Вот только трудно с Харавой, но и это пройдет. Жму вашу руку весь с вами и с моими боевыми товарищами очень одинокий и скучающий Вертинский. Девятого января 53-го года. Дорогой Сергей Осипович, пишу вам это, вероятно, последнее письмо, потому что ощущаю непреодолимую потребность общения с вами, режиссером и создателем моей картины, которая в данное время является единственным светлым пятном на фоне моих неурядиц и огорчений. В сущности у меня ничего нет, по линии моего искусства одни неприятности. Единственный громоотвод это работа по фильму. Она как форточка, открытая в душной комнате, дает мне глоток свежего воздуха. Что касается меня, то как будто все ясно. Осталась последняя сцена и все. Но меня глубоко волнует и интересует судьба всей картины. Что вы сняли? Как подвигается работа? Есть ли удача или неудача? В общем, во всем этом я кромно заинтересован. Жаль, что вы мне не пишете. Но ничего, по приезде я все узнаю. У нас в Москве последняя новость выход на экраны Садко. У этой картины странная судьба. Наверху она, по-видимому, не понравилась. Так говорят. А внизу, то есть у публики, она имеет сумасшедший успех. Билетов нельзя достать уже пятый день. Пресса, в общем, благожелательная, кроме правды. Говорят, такова директива сверху. Мою жену Лильку хвалят все, кроме Катаева в правде. Она это все, конечно, ужасно переживает. Хотя она ни в чем не виновата, потому что сыграла хорошо, и потому что Птушко штукарь, актеров не любит, и никто ими не занимается. Поэтому получился разнобой, каждый играет как хочет. Вся же картина в общем неплоха, успех у нее грандиозный. Я жду вашего приезда и волнуюсь. Двадцатого я должен отсняться. Не задерживайтесь, дорогой, а то меня угонят куда-нибудь. Я часто думаю о моих товарищах и сочувствую вашим мукам в Ялте. Передайте привет всем, крепко жму вашу руку, посылаю вам рецензию литературной газеты. В остальных тоже неплохо. У нас морозы, а у вас всего наилучшего ваш Вертинский. Вертинский Льву Никулину Ростов-на-Дону 6 апреля 1951 года Старый дружище, спешу тебя поздравить. Наконец-то ты написал настоящую вещь. И даже больше блестящую вещь. Если бы я не знал автора и прочел ее за границей, я бы сказал, что это Алданов. У нас в Союзе так мог написать только очень образованный человек. Например, Тарли. Книга написана виртуозно. Кроме великолепной эрудиции, знания и прекрасного понимания эпохи, в ней видна опытная рука режиссера. Диалоги действующих лиц безупречны и в смысле стиля, и в смысле исторической точности. Персонажи очерчены ясно и ярко, подчас очень скупыми штрихами. А главное, все живут, нет выдуманности. Повествованию веришь от начала и до конца. Наконец-то ты стал настоящим зрелым мастером. Трудно даже найти в ней недостатки. Может быть, недостаточно тверд в своих убеждениях можайский, но какие были убеждения в ту эпоху, да еще у придворных. Он порядочный человек, и все. На большее рассчитывать нельзя. Пожалуй, можно было бы чуть ясней и потверже написать или дописать образ Федора Волгина, но это все. Больше придраться не к чему. Я прочел, не отрываясь, всю книгу и очень сожалел, что она уже кончилась. Несомненно, ее надо довести до конца Наполеона. Не ленись и сразу приступай к работе. На будущий год мы увидим тебя лауреатом. А какой великолепный киносценарий вышел бы из нее. Меня приводит в восторг эта идея. Я бы сыграл Метерниха, а Борька Ливанов Александра. Фильм вышел бы потрясающий. Не знаю только, захотят ли ставить у нас такие фильмы. Заглавие тоже замечательное. Россия верные сыны. Я бесконечно рад за тебя, мой маститый друг. Наконец-то ты взялся за свою убеленную сединами голову. А то все писал прогулки по Парижу и топил в реке сене своих старых друзей. Впрочем, это было нужно для орнамента. За эту книгу я наконец прощаю тебе твои прогулки на мой счет. Не могу не закончить письма твоими же словами. Твори и метайся Эс-Хабиб, но не впадай ни в какой загиб. Впрочем, на этот счет я спокоен. А книгу надо заканчивать как можно скорее. Желаю тебе успеха. Твой Вертинский. Ялта 20 ноября 52 года Сижу в Ялте, жду кинематографической погоды. Пока ее нет, волны бьют, заливают парапет, свистит ветер. Холод собачий. Мне топит номер по блату за деньги. Ялта похоже на бывшую красавицу, что-то вроде старой проститутки в гробу. Ничего от ее курортных прелестей не осталось. Тлен, прах, разрушение. Правда, еще бродят какие-то запоздалые отдыхающие, но они похожи на осенних мух, которые уже приготовились к зимней спячке, где-нибудь на потолке, прицепившись к нему вверх ногами. Рестораны закрыты, молоко бродит в пышных бюстах молочниц из кафе и превращается в кумыс. Никто их не пользует. Где вы, ушаковцы, садковцы, максимовцы? Все актерские коллективы, развлекавшие их и понижавшие их половое давление, никого нет. Тишина. Изредка перебегают дорогу коты, которых здесь много. Я гляжу на небо и пью, что попало. В ожидании. Сейчас закончил твою книгу. Надо тебе сказать, что читал я ее так, как будто я ее раньше не читал. Не знаю, почему. То ли потому, что в первый раз я читал ее жадно, так сказать, не разжевывая глотал, то ли потому, что она действительно прекрасно переработана и дополнена. Во всяком случае, удовольствие я получил совершенно новое. Какая эрудиция, какой разумный повествовательный тон, тон историка, спокойно и точно описывающего события. И в то же время все это живет, не надумано. Тебе надо писать исторические повести. Они намного выше. Знание эпохи, правильная советская оценка ее. Молодец, старик. Тебе надо было дать за нее первую степень, а не третью. Таких произведений мало, а они нужны больше, чем вымышленные истории и с еще не существующими пока героями, с собирательными чертами будущего советского человека. Черты его еще пока только намечаются. Помню, Анатоль Франц говорил как-то в Сорбонне, что для него любое описание какого-нибудь французского городка вроде Лиможа или того же Клош-Мерли дороже и важнее, чем Ромео и Джульетта, потому что это вклад в сокровищницу страны. Это кусочек истории его родины. Так думаю и я. Ну, прощай, не пей много, береги себя. Нас осталось немного, и мы еще можем что-то дать родине. Привет, великолепный котиш, пусть бережет себя. Надо беречь свою лошадь, даже палачи кормят своих канареек. Твой Саша. Саратов 8 апреля 54 года Дружище, пишу тебе из Саратова. Сегодня утром прочел в аэропорту на стене твою статью о комедии Францесс и загрустил. Да, Париж, это родина моего духа. Ни с одним городом мира у меня не связаны такие воспоминания, как с ним. Вспомнил твои стихи. Как юны вы теперь на склоне ваших лет. Сегодня в небесах так тихо гаснут свечи, вру, вас жесту научил классический балет. У комедии Францесс вы взяли четкость речи. Три человека Эренбург, Игнатьев и ты, кроме меня, переживут это событие особенно. Хорошо, что писать дали тебе, ибо все наши искусствоведы были еще у мамы в жопе, когда мы наслаждались этим театром и вообще французами. Я помню еще Сосиль Сорель, у которой квартира состояла из таких уников, что оценивалось в несколько миллионов франков. В один прекрасный день она объявила на нее аукцион и заявила оторопевшим журналистам. Она меня старит, а я еще молода и завела себе квартиру модерн. Режанс, ты видел ее? Я нет. Но достаточно, что я видел мисс Тангет. В ревью в казино де Пари ее носили на руках двенадцать красавцев мальчиков в белых фрактах. Как плащаницу по церкви. Она только спускалась с небес. В 1930 году в Каннах мы кутили с ней в компании французских киноактеров Жак Котлен Шарль Буайе Анна Белле с режиссером Рех Инграмом и другими. И в три часа ночи мы задали кошачий концерт мэру городка, за что уже не помню. Ей было семьдесят пять лет. А это изумительная Люсьен Буайе, которую я нашел на Монпарнасе, где она пела в Бульбланш и получала двадцать пять франков в вечер. Я привез ее в Эрмитаж к Рыжикову и устроил ее на сто франков. Через два года она уже получала пять тысяч за выход во французских театрах и, встретив меня в Нью-Йорке, расцеловала со слезами на глазах в театре, где она выступала при всей публике, рассказав эту историю. И отдала мне целый сноб живых красных роз, с которыми она пела в публике песенку, раздавая цветы. А маленькая оборванка, которую знал весь Париж, которая была странный язык и обаятельна. Она водила с собой рыжего кота на веревке и гордилась тем, что он жрет устрицы. Да, есть что вспомнить. А Кики натурщица с Монпарнаса? Ванька Мазжухин с ней путался. А мои юные подруги от Паттай и Шанель? Все прошло. Ничего подобного уже не будет. Да мы и не доживем до этого. 14 утром я прилечу из Саратова. Вечером у меня премьера в доме кино. Если хочешь, посмотрим Анну на шею. Потом посидим. Целую тебя, Вертинский. Киев 3 февраля 55 года Дорогой Лёва, мне не особенно хочется писать тебе это письмо, но в наши годы при нашей старой дружбе уже нельзя уклоняться от прямых ответов друг другу. Что толку в том, что я напишу тебе ряд своих неискренних высказываний, которые, быть может, будут приять неискреннее, чем это письмо. Нам на склоне лет уже нельзя лгать друг другу. Надо говорить просто, искренне и честно. По сути дело, как говорят слесарь со слесарем и столяр со столером. Так или иначе, но мы люди одного цеха и имеем право говорить по существу. Нам не надо похвал, достаточно, если ты мне или я тебе скажем. Это здорово сделано. И это будет дороже всех похвал, ибо это похвала слесаря слесарю и столяра столяру. Так вот твоя книга. Я прочел ее внимательно и уже сам ты понимаешь дружески. Она разочаровала меня. Ты берешь такую яркую, такую неповторимую эпоху. Конец девятнадцатого века был таким урожаем таланта. Боже мой, да любой мальчишка, какой-нибудь художник Фриденсон, искокаинившийся в свое время какой-нибудь поэт Санди или Владимир Королевич Санди описан у Толстого, были полны таланта, смелости, дерзания. Они не выжили. Но немногие выжили от революции. Тем не менее, эпоха была насыщена талантами. Я уже не говорю об Ахматовой, Блоке, Гумилёве, Иннокентие Анинском, Алинтулове, Ларионове, Гончаровой, Ажорже Якулове и Володьке Маяковской, который напечатал свое первое стихотворение в газете «Копейка» «Вечернюю купите вечернюю». До этого его никто и нигде не хотел печатать. Потом была газета «Новь». Мы голодали, ходили в рваных ботинках, спали за кокаиненные за столиками комаровки, ночной чайной для проституток и извозчиков, но не сдавались, пробивались в литературу, в жизнь, ходили в желтых кофтах по Кузнецкому, в голову нам летели пустые бутылки оскорбленных буржуев, и Володькина голова была мною спасена в бродячей собаке в Петербурге, ибо я ловил бутылки и бросал их обратно в публику. Было время, горячее, страшное, темное. Мы жили вслепую к свету, сами еще не зная ничего, что сегодня нам так ясно разъяснил марксизм ленинизм. И тем не менее мы шли вперед, мы боролись, мы были интуитивно с большевиками. И мы были в аристократическом меньшинстве. Прости мне эту фразу. Едва ли тогда кто-нибудь понимал это. И все же мы были с ними. И мы помогали им, как умели. И мы помогали им. Чего ж ты стесняешься писать об этом? Мы были первыми, кто протянул им руку, которые, кстати говоря, они даже и не приняли, Маяковский, например, не такие уж мы маленькие, как кажется. И наша роль в революции не так уж мала и ничтожна. Что же делаешь ты? Ты проходишь мимо величайших событий. Ты сознательно не замечаешь всей обстановки, всего того протеста, вызова, бунта, скандала, который предшествовал революции, который помогал и помогает ей, который накипал и взорвался ей на помощь. Кто у тебя герой? Нудный интеллигент, благополучно качающийся в маятнике сомнений. А где бунтари? Застельщики революции. Где мы? Разве мы спали? Всем существом своим мы готовили революцию. Где мы, спрашиваю я? Такое время. Время Маяковских, Велимиров Хлебниковых, Бурлюков, Крученых. Где оно? Чем оно отражено в твоей книге? Ничем. Где диспуты, которые срывал из азарства Володька? Где наше великолепное презрение к обывателю? Помнишь, как однажды Володька сказал поэту Мешкову «Снежный будни»? Я вас понимаю, вы, небось, привыкли? Сучка Божия не знает ни заботы, ни труда. Как разбивали мы грудью и лбами толщу обывательской косности, не принимавшей и не желавшей принять революцию? Где все это у тебя, Лева? Тебя, конечно, губит партийность. Ты не можешь писать правду. А тогда лучше не писать. Вот почему твоя книга произвела на меня впечатление заказа. Точно писал ее Жаров, а не тот талантливый Лев Никулин, которого я уже столько лет цитирую и не могу забыть и в которого я верю. Бог с ним, Лева, если надо так писать, то лучше совсем не писать. Эта книга навсегда отбила у меня охоту писать мемуары. Если их так будут выхолощивать, то лучше не надо. Не сердись на меня и помни, что так говорит имеет право только настоящий друг. Постскриптум. А вообще книга написана зрелым мастером. Она интересна, нравится публике. Это незаурядная книга, но может быть нам современникам вроде меня и не следует ее критиковать. Может быть мы еще не отошли от этой эпохи на приличные расстояния, чтобы судить о книге объективно. Киев 10 ноября 1955 Дорогой Левушка, у меня к тебе просьба. Дело в том, что улетая 8 ноября на съемку в Киев, я не учел, что сберкассы закрыты 7 и 8. И ничего не оставил семье. Здесь в Киеве я получаю зарплату только 19 ноября. Прошу тебя не отказать мне в любезности. Позвони Лиле и спроси, сколько ей нужно денег. И дай ей их в размере тысячи двух. Совершенно ясно, что по приезде я их тебе немедленно верну. Этим ты меня очень выручишь. Благодарю тебя заранее и надеюсь, что подружески ты мне это сделаешь. Недавно в самолете мне попалась твоя книжка «Воспоминания о Маяковском». Вот это здорово. Написано свежо, увлекательно и честно. Ей Бог, она лучше твоих московских зорь и как-то даже добавляет их в лучшем смысле. В ней все верно, кроме той почтительности, с которой ты пишешь о нем теперь и которой у нас к нему тогда не было. Но это, так сказать, дань веку. И писать о нем сейчас, когда вот-вот поставить ему памятник, иначе нельзя. В общем, хорошо, что у тебя есть еще порох и какой порох. Когда можно, ты им пользуешься. Целую тебя и шлю привет Кате, за которую искренно и душевно рад. Твой Вертинский. Вертинский Жарову Сочи 1 декабря 1956 года Милый Саша, я в Сочи, пою, тут тепло, солнце, греюсь, ибо сильно намерзся в этой поездке. Театры нетопленные, гостиницы тоже. Отопительный сезон в них начинается поздно. Поэтому я болен. Сегодня утром передавали одну из ваших песен. Краше море и тебя земля родная и дороже ничего на свете нет. Ясные простые теплые слова эти, положенные насквозь русскую музыку Листова, как-то особенно зацепили меня, и я вспомнил о вас и о нашей былой дружбе. У меня навсегда осталось в сердце хорошее отношение к вам и Полине Васильевне. Вы были моими первыми друзьями, которых я завел по возвращении на родину и, увы, последними, ибо больше друзей у меня не завелось. Пожалуй, это самое трудное, завести друзей. Все заняты. В те недолгие дни, когда я бываю в Москве, я иногда с грустью перечитываю телефонную книжку. Столько номеров, а позвонить некому. Никогда у меня этого не было. Вот она, жизнь. А уже сколько покойников, сколько зачеркнутых телефонов. Да, не весело. Ну, как же вы живете, Саша? На даче? У меня тоже есть дача. Дочки растут, и я вколачиваю в дачу деньги, чтобы у них был дом, когда они выйдут замуж. Эти две доченьки моя единственная и большая радость. Хотя нахалки они страшные и купишки. Папа, купи, только и слышишь. Но зато они, во-первых, красотки, а во-вторых, папку обожают. Неудивительно, я их балую и только порчу. Недавно младшая обнаглела и говорит, папка, ты дурак. Я был потрясен такой наблюдательностью. А в общем стареем. Идем на коду, как говорят музыканты. Мне уже шестьдесят седьмой. Я сократился, поостыл. Главное, зло женщины почти перестали меня волновать. Остался коньяк и сигареты и все. К старости мы становимся лучше и чище. В эти годы Толстой зарекался курить и ушел от жены на диван в кабинете. В эти годы нетрудно себя укротить. Но заслуги ли они украшения эти? Арсений несмелых. До свидания. Целую вас, дорогой. Привет, Полине Васильевне Вертинской. 28 ноября 1955 года директору Киевской киностудии товарищу Капице. Глубоко уважаемый Давид Демидович, прежде всего прошу извинений за то, что отнимаю ваше время своим делом. Но дело, с которым я обращаюсь к вам, требует срочного вашего вмешательства. Я приглашен к Киевской киностудии на две картины «Фата Маргана» и «Костер бессмертия». Мой договор с Фата Марганой заканчивается 28 ноября, то есть сегодня. В те же сроки заканчивается и мой договор с Костром бессмертия. Картина Фата Маргана до сих пор не окончена. Волнуясь, естественно, за ее судьбу, мне удалось оттянуть мои гастроли в Ленинграде до 3 декабря. Значит, 1 декабря я должен улететь в Москву. До сих пор я не снял еще ни одного метра в картине «Костер бессмертия». Как советский гражданин и патриот я, естественно, переживаю эту ситуацию и не могу и не хочу наносить вред государственному хозяйству. Но я не могу быть дольше в их распоряжении, потому что я должен стоять 5 декабря на сцене в Ленинграде и петь. Если я не буду в срок на месте, Ленинградской филармонии придется вернуть публике полмиллиона денег за проданные на мои концерты билеты. Стало быть, возможность задержки здесь отпадает. На студии построен Рим, я играю кардинала Боргези. До сих пор я не снял ни одного метра. Что делать? Остается три дня. Кроме этого, нас всех актеров выселяют из гостиницы Украина по причине съезда партии. Я глубоко уважаю партию и съезд ее прекрасно понимаю, но не могу понять, почему я должен идти на улицу и спать на скамейке бульвара, а участник съезда ляжет в мою кровать. Мне некуда идти. Я московский актер, меня вызвали сюда спасать положение. Местный артист, игравший роль кардинала Боргези, оказался недостаточно убедительным в этой роли, и меня в аварийном порядке уговорили переиграть эту роль, я согласился, идя навстречу моей любимой Украине, родине моей. Теперь меня, как собаку, выгоняют из гостиницы, и дирекции моей картины Фата Маргана бессильно мне помочь. У меня есть один выход, сложить свой маленький актерский чемоданчик и уехать на вокзал. Там, посидевши два-три часа, я возьму поезд и уеду в Москву. Но прежде, чем так поступить, я хочу поставить вас в известность обо всем происходящем, чтобы вы знали, что я иначе не мог поступить, и чтобы вы или суд, в который мне придется обратиться в дальнейшем, не считали меня вредителем. Уважающий и глубоко ценящий ваше расположение ко мне Александр Вертинский. Постскриптум. Я прошу также вашего распоряжения, чтобы со мной произвели окончательный расчет по картине Фата Моргана, согласно моему договору, который оканчивается 28 ноября. Вертинский Николаю Охлопкову И триста лет меня любила юность за фальш афиш за лунный свет кулис. Антокольский Гамлет Без даты С тех пор, как театр был изгнан из театра и заменен пастеризованной обывательщиной, это первый радостный спектакль в Москве. Хорошо, умно и радостно, что вы первые вернули театр на его место. Я не буду говорить об удачах или неудачах спектакля, все зависит от вкусов. Важно не это, а то, что вы возвращаете театру отнятое у него. Целые поколения людей прошлого века и неплохие поколения воспитывались на театре. Когда-то люди и молодежь моего времени трепетали, содрогались, вдохновлялись и горели, плакали и дрожали, слушая, видя и переживая тот божественный, нас возвышающий обман, который нам давал театр. Теперь об этом почти забыли. Ваша постановка Гамлета — большое и яркое событие театральной жизни. Благодарю вас от лица нас, актеров, мимов, лицедеев, волшебников, фокусников, обманщиков, светлых лгунов, крикунов, сердца людей, разносчиков своего священного барахла. Благодарю вас, Вертинский. Я видел много Гамлетов. Все они были разные. Каждая эпоха дает своего Гамлета. Именно на нем и пробуется эпоха. Ваш Гамлет — советский Гамлет в лучшем смысле этого слова. Повторяю, в этом коротком письме я не хочу говорить об отдельных, на мой взгляд, ошибках спектакля. Все это мелочи по сравнению с грандиозностью и оригинальностью замысла с размахом вашей творческой мысли. Вертинский Познанской Ленинград 5 мая 1957 года Милая Полина Евсеевна, только что получил ваше письмо с анкетами и спешу ответить. К моему величайшему сожалению, ехать с вами в Югославию я не смогу. Предполагалось участие Вертинского в съемках фильма Олега Дундич. Перед самым моим отъездом из Москвы выяснилось, что операцию рук, о которой вам известно, профессор Вишневский может сделать мне только в начале июня, так как дальше он уезжает на медконгресс за границу и когда вернется неизвестно. Переносить эту операцию нельзя на более поздний срок, так как болезнь запущена и всякое промедление грозит тем, что мне окончательность ведет пальцы и тогда уже никакая операция не поможет. Поэтому на полтора-два месяца я вынужден выбыть из строя. Вам придется передать эту роль другому актеру. Все это очень печально, но, увы, ничего не поделаешь. Передайте Леониду Давидовичу Луков, кинорежиссер, мой сердечный привет, ни пуха, ни пера, картине и горькие сожаления товарищам. Вслед за письмом отсылаю вам обратно сценарии и анкеты. Жму вашу руку Вертинский. Из интервью и бесед опубликованные в разные годы в газетах «Сегодня вечером Рига», «Новое русское слово», «Нью-Йорк», «Новая заря», «Сан-Франциско», «Шанхайская заря», «Новости дня», «Слово», «Новая жизнь Шанхай», в журнале «Рубеж Харбин». Александр Вертинский о себе Вдумчивые скорбные нотки слышались в его голосе, когда он рассказывал о своих первых шагах. «Когда обо мне говорят счастье этому Вертинскому пропоет вечер три тысячи успех, когда я это слышу, мне делается немного обидно, ведь они не знают, какой ценою достался мне этот успех. Разве я мог бы выдумать мои песенки, если бы я не прошел трудную тяжелую жизненную школу, если бы я их не выстрадал. Мне двадцать девять лет, и последние годы успеха мне стоили целых двадцать шесть лет ужасных, беспощадных лет унижений, голодовок, скитаний по театрам в качестве маленького актера. Сбегал через окно квартиры за отсутствием денег для уплаты за них. Ночевал часто под открытым небом, где попало. ходил в один из монастырей, чтобы там накормили меня обедом. Денег ни копейки не было. Но все это было пустяками по сравнению с нравственными страданиями. Одно время я целый год страдал от злоупотреблений кокаином. Это чуть не кончилось манией преследования, уже дававшей было себя знать. Я ушел на фронт, там я избавился от страсти кокаина. После двухлетнего пребывания на фронте я вернулся и впервые выступил с песенками в Москве. Здесь мне впервые повезло. Вертинский искренен, он религиозен и даже суеверен. Перед выходом он всегда нервничает до ужаса. Но эта нервность пожалуй даже нужна для его жанра. Будучи спокойным невозможно передать глубину трагизма его песен. Я боюсь пользоваться хорошими условиями жизни. Тогда я успокоюсь, осяду, спущусь и не смогу петь свои песенки. И поэтому я умышленно взял себе тяжелый крест в жизни и несу его. Это нужно. Он не договорил и задумался. Вертинский не удивляется, слыша, что многие не понимают его жанра. Мой жанр не всем понятен, но он понятен тем, кто много перенес, пережил немало утраты душевных трагедий, кто наконец пережил ужасы скитаний и мучений в тесных улицах города, кто узнал притоны с умершими духовно людьми, кто был подвержен наркозам и кто не знал спокойной, застылой, уютной жизни. Вертинский киноартист после долгого перерыва в Ригу снова приехал известный исполнитель песенок Вертинского А. Н. Вертинский. В редакции А. Н. появился с большим конвертом, в котором довольно неожиданно оказались многочисленные фотографии только что законченной съемки в Уфе фильма Шехерезада. В смуглом восточном человеке с довольно окладистой огненно-красной бородой, великом визире в пышной челме с бриллиантовым эгретом довольно трудно узнать манерного пьеро. Однако именно А. Н. играл в Шехерезаде эту роль. Вот что рассказывает сам артист о путях, приведших его к кинематографу. Немногие знают, что я начал свою карьеру киноартистом у Ханжанкова еще в 1912 году. В одно время со мной начал свою кинематографическую карьеру и Мазжухин. Мы были с ним большими приятелями, хотя я и получал тогда на целых 15 рублей в месяц больше, чем он. Теперь Мазжухин законтрактован Уфой на год с окладом 100 тысяч долларов, так что я не прочь был бы сохранить хотя бы обратную пропорцию наших гонораров. Немало пленки привелось мне испортить в старые годы, но тогда искусство экрана было еще в зачатке и не смогло меня увлечь. Лишь 2-3 года тому назад мною прочно овладела мысль посвятить себя великому немому. Я устал признаться бороться с препятствиями, с которыми приходится встречаться при переезде из одной страны в другую. Переводить мои вещи на иностранные языки нельзя, так как нельзя петь на этих языках с русскими интонациями. А потерять свой жанр, перестать быть автором и перейти на амплуа лишь исполнителя, значит потерять самого себя. Однако новичку попасть в киноателье немногим легче, чем верблюду пролезть в игольное ушко. В особенности трудно приходится, пока не получишь роль, в которой можно выдвинуться. Большое участие принял во мне известный русский режиссер Волков, прославившийся своими постановками кино и Казановы. Это один из самых строгих, сосредоточенных и проникновенных работников в этой области. Благодаря ему я получил возможность вступить на экран сразу же в мировой фильм «Гвоздь сезона». Я говорю о Шехеразаде, поистине сказочной инсценировке волшебного сюжета, в которой принимает участие Марчелло Альбани, Агнеса Петерсен, невеста Мазжухина, Иван Петрович Колин и еще один русский артист Дмитриев. Постановка этого фильма настолько грандиозна, что в ней можно, пожалуй, только показывать себя, а не играть по-настоящему. На съемки на Ривьеру мы поехали с целым поездом архитекторов, инженеров, скульпторов, макетчиков, декораторов, художников, костюмеров, механиков, статистов и так далее. Вся эта армия целый год трудилась над картины, обошедшейся в полтора миллиона марок. Зато фильм этот, который еще монтируется, продан уже во все страны мира. После великого визиря этой осенью мне придется играть еще двух великих князей в адъютанте царя и пожаре Москвы по войне и миру Толстого. Уже после первого опыта в нынешней обстановке экран всецело захватил меня. Мне было тесно на маленькой эстраде, где только в словах и мотиве краткой песней можно было выявить себя. Неизмеримо больше дает экран, где артист может учиться, контролировать свои успехи и ошибки, стремиться к новым достижениям и овладевать ими. Конечно, путь к экрану далеко не усыпан розами. Начать хотя бы с того, что нелегко высидеть полтора часа, пока вам приклеивают бороду, волосок по волоску, а затем на вашем лице красят ее, сушат и завивают. В Шахерезаде нас мучили, топили, жгли, я чуть не сгорел от пылающих факелов, спускали на блоках в недоступные ущелья. Но за то, как приятно предаваться романтическим мечтам о предстоящей карьере, о том, как лет через пять Вертинский сделает себе большое имя и его без всяких виз, если не услышит, то увидит в самых запретных странах. Петь я все же не бросил и бросать не собираюсь. В этом году я дал три концерта в Лондоне, шесть в Париже, выступал в Ницце и других городах Франции, пел в Берлине. Из Латвии поеду в Остенде. Для сегодняшнего концерта в Эдинбурге у меня собралось немало новинок. Вы услышите песенку о моей жене «Ты успокой меня», «Испано-сюизу», «Мою звезду», «Китайскую акварель» и другие. В заключение позвольте два слова о моем аккомпаниаторе. Блох приехал со мной из Берлина и аккомпанировал мне и в Париже, и в Лондоне. Рост он маленького, но на своем поприще большой, чуткий артист. Певец Александр Вертинский о себе. Александр Николаевич живет в Париже, в Пасси. Он терпеть не может давать интервью. В крайних случаях он сам их пишет в шутливой форме. Так было с Ригой и Ревелем, где в местных газетах появлялись полные искрящегося остроумия самоинтервью во время гастролей популярного певца. Но для рубежа Вертинский делает исключение и дает беседу, хотя бы на тему о том, что бесед с журналистами не выносит. Он передает увесистый альбом, где собрано наряду с отзывами о нем его собственные статьи и фильеттоны. Вы пишете и печатаетесь? Значит, вы вдобавок еще и журналист, Александр Николаевич? О, я на все руки мастер, весело шутит он. Сочиняю песенки, сам пишу к ним музыку, сам их пою, а, кроме того, отвратительно плохо играю на бильярде и талантливо глажу крахмальное белье. Как пишет он свои вещи и как их исполняет, об этом знают сотни тысяч его поклонниц и поклонников. Мы пьем чай с шоколадным тортом, а Александр Николаевич вслух мечтает. Хорошо бы съездить в Палестину для концерта. Вот где много у меня поклонников. В Иерусалиме, Япфе и других местах. Уверен в полных сборах, а главное за десять концертов здесь, в Париже, столько не заработаешь, сколько в Палестине за один. Валюта высокая. Я говорю Вертинскому, что у него не меньше поклонников и на Дальнем Востоке. Почему не поехать туда? Оказывается, Александр Николаевич уже думал об этом и решил. Да, я побываю на Дальнем Востоке. Выработаю подробный маршрут и отправлюсь в Турне. Шанхай, Тяньзин, Харбин, а потом Япония. Беседа переходит на воспоминания о далеком прошлом. В 1918-1919 годах популярный певец был в Харькове. Пишущий эти строки был тогда в Харькове председателем кафе поэтов Сезам. Вертинский часто посещал Сезам и не раз там выступал. Речь заходит о литературном суде над Вертинским, устроенном в Харькове с его согласия. Мне понравилось ваше последнее слово, вспоминаю я. Помните, вы сказали, утверждают, что Вертинский не искусство. А вот когда вашим внукам через 50 лет за увлечение песенками Вертинского будут продолжать ставить двойки в гимназиях и школах, тогда вы поймете, что Вертинский это искусство. Какие ваши самые последние песенки? Степи Молдаванская и Танго Магнолия. Вертинский в истекшем феврале вернулся из турне по Румынии. Его сопровождал там шумный успех. В Кишиневе прошло 10 концертов при битковых сборах с аншлагами. Успех дошел до пределов, каких немыслимо было даже и ожидать. Так, например, в степи Молдаванской до того понравилось, что ее там всюду стали распевать как гимн Молдавии. Я вошел на сцену через другие двери. Беседа сотрудника нового русского слова со знаменитым автором и исполнителем печальных песенок Пьеро Вертинским. Кто не знает эти печальные песенки Пьеро, в которых, как в зеркале, отражается целая эпоха жизни нашего второго поколения. Период Героической войны, когда цена жизни упала необыкновенно низко, потом Гражданская война, когда цена жизни уже стала почти равна нулю, и среди густого дыма полусумасшедшего опьянения нежный звон гитары и песен Кевертинского. И вот теперь в совершенно иной обстановке среди каменных громад Нью-Йорка я сижу в тихой комнате и смотрю в живые немного усталые глаза Вертинского. Здравствуйте, Александр Николаевич, говорю ему, как старому другу, прошедшему вместе со мной этапы жизни от окопов на реке Бзури до Бродвейского экспресса. Да, мы старые знакомые. Он это тоже чувствует, и в пожатии его руки я ощущаю дружескую теплоту. Сброшена маска и смыты румяна. Теперь я уже не тот, говорит он. Теперь я не любитель, выходящий на сцену в маске пьеро и напевающий свои песенки. Маска пьеро отброшена, и я выхожу на сцену самим собой. Любительское пение забыто, теперь я певец с правильно поставленным голосом. Я вошел на сцену через другие двери, говорит новый Вертинский. Я не могу причислить себя к артистической среде, а скорее к литературной богеме. К своему творчеству я подхожу не с точки зрения артиста, а с точки зрения поэта. Меня привлекает не только одно исполнение, а подыскание соответствующих слов и одевание их в мои собственные мотивы. По внешнему виду совсем нельзя сказать, чтобы Вертинский очень устал от румян и белил и от вечной трагической маски. Он выглядит очень моложаво, и по отзывам друзей, не видевших его давно, он за последние десять лет почти не изменился. В жизни он обаятелен, прост, прекрасный собеседник, остроумный и несколько экспансивный. К своим песенкам Вертинский относится как к женщинам, он любит их, ухаживает за ними, и думает о них только до тех пор, пока они находятся в периоде творчества, как женщина в периоде ухаживания. Потом, когда они закончены, пропеты, они становятся уже прошлым, и на их место приходят новые, новые волнующие слова, новые мотивы, новые переживания, новая влюбленность в песенку. Каждая песенка связана с каким-нибудь переживанием, говорит Вертинский, но не обязательно, чтобы они немедленно выливались в песню. Обычно они укладываются в каких-то далеких уголках сердца и лежат там непотревоженными до тех пор, пока огонь творчества не призовет их оттуда. Вертинский в Нью-Йорке впервые. Он давно собирался посетить Америку, но боялся. Нью-Йорк произвел на него ошеломляющее впечатление. «Пароход подходил к Нью-Йорку вечером», рассказывает Вертинский, «и вдруг передо мной раскрылась поразительная панорама подымающихся к небу букетов и венков огней. Мне показалось, что я подъезжаю к городу, в котором происходит вечный праздник. Люди живут в другой вечно счастливой жизни. Вы знаете, в Париже значительно спокойнее и тише». Третье поколение воспитывается на песенках. Как-то после одного моего концерта в Праге ко мне за кулисы пришла группа русских студентов и курсисток. Это были скромные тихие молодые люди, застенчиво стоявшие у дверей моей уборной. И вот от них я получил один из самых приятных в моей жизни комплиментов. «Без ваших песенок жизнь была бы еще противнее», сказали они. «Фактически на моих песенках воспитывается уже третье поколение. Первое уже сейчас состарилось, второе это те, кто в начале моей карьеры были юношами и наконец теперешние юноши. В Париже на мой концерт пришли советские футболисты, славные молодые ребята нового советского поколения, которые не имеют своей душе никакого озлобления и которые не понимают, что творится вокруг них. Они слушали меня внимательно и благодарили так же, как и пражские студенты». Я слышал о своей популярности в Советской России. Очень часто в берлинские музыкальные магазины приходят возвращающиеся в Советскую Россию и говорят «Дайте мне полный комплект Вертинского». Я убедился в том, что мои песни входят в глубину русской жизни. Особенно это замечается теперь, когда мы оторваны от Родины. Песня создает какую-то туманную, но красивую иллюзию. Когда жена одного шофера, русского шофера такси в Париже уходит к другому, то это непростой шаблонный случай. Для нее он имеет красиво трагическую окраску. И уходя, она говорит себе «Я уйду холодной и далекой, укутав плечи в шелк и шиншеля». И она действительно верит в то, что она кутается в шелк и шиншеля, и что она уходит не просто так, помещански, а холодной и далекой. И вот так мои песни заполняют недостаток иллюзий. Нет ни подражателей, ни последователей. Если у меня подражатели и последователи, первые были, но больше не будет. Во-вторых, никогда не было и не будет. Раньше всякий, кто надевал маску пьеро и напевал мои песенки, считался моим подражателем. Теперь я скинул эту маску и перестал быть любителем. У меня слишком много своего собственного, чтобы можно было так легко подражать. Последователей у меня не может быть, потому что нужно сразу соединить в себе четыре главных качества. Быть поэтом, композитором, певцом и артистом. Пусть даже не в большой мере, но все эти данные необходимы. Для своих песен я ищу особые слова, особые мотивы, особо их исполняю и вкладываю в исполнение особую игру. Очень редко я беру чужие слова, потому что они редко подходят к моему стилю. Недавно взял слова поэта Георгия Иванова над розовым морем, который необыкновенно соответствует моему стилю. Эту песню я буду петь в Нью-Йорке. Любовных писем теперь не пишут. Много мне пишут писем? Нет, теперь не очень много. Раньше я получал по 50 писем в день, и большая часть из них была любовных. Все такие письма всегда начинались стереотипной фразой. Когда вы откроете это письмо, вы будете очень удивлены. Но только пожалуйста не смейтесь. Я безошибочно узнавал эти письма и не раскрывая выбрасывал. Теперь письма приходят иного рода. В эмиграционной жизни не до любви. Теперь на первом месте стоят письма с просьбой о деньгах, потом просьба прислать карточку, потом принципиальные споры. Что вы хотели сказать этой песне? И наконец очень немного писем со словами любви. Да, теперь становится странным говорить о любви. В Нью-Йорке я очень боюсь и сильно волнуюсь перед выступлением. Как встретят меня здесь? Лик американской публики очень загадочен. В течение семи лет я собирался приехать сюда, но мне казалось, что для американцев все равно я или дрессированная собака. Теперь меня пригласили сюда мои друзья, и им я верю. После Нью-Йорка я еду в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон и Филадельфию. Вертинский в Сан-Франциско Знаменитый русский певец, создатель особого жанра Вертинский приехал в Сан-Франциско в четверг 23 мая поздно вечером. Он остановился в отеле Сан-Франсис и, несмотря на позднее время и усталость от путешествия, все же весьма радушно принял сотрудника Новой Зари. У людей, никогда не видевших Александра Вертинского, но хорошо знакомых с его экзотическими песнями, невольно может создаться превратное впечатление о его наружности и личности. Можно было бы подумать, что творец кокайнеточки и трех юных пажей и пальцев пахнувших ладаном должен бы быть человеком оторванным от действительности, чрезвычайно нервным, если не сказать нервозным, длинноволосым гением, одним словом, человеком, таким же экзотическим, как и его ранние песни. Но с первого же взгляда на Вертинского это впечатление рассеивается. Он высокий, стройный, чрезвычайно моложавый человек, с настоящим русским лицом, с отпечатком интеллигентности, весьма общительный и вежливый. В разговоре с группой русских, встречавших его, он поздоровался с каждым за руку и непринужденно беседовал. В отеле при разговоре Вертинского с сотрудником Новой Зари присутствовал и менеджер певца в Калифорнии Аккерман. Конечно, первые вопросы были относительно впечатлений о поездке. «Ну, знаете, сказал Вертинский, это большая страна. Едешь, едешь, и конца ей нет». Не то, что Европа. Уж кажется, большой перегон из Парижа в Варшаву, но его же сравнить нельзя с поездкой из Чикаго в Сан-Франциско. В Чикаго он дал только один концерт, остановившись там на весьма непродолжительное время. Но в Нью-Йорке, где он прожил ровно 200 дней, он дал 12 концертов, прошедших при полном сборе. Как вам нравится Нью-Йорк? На этот вопрос можно ответить двояко. В смысле, удобство жизни очень нравится. Там удобнее жить, чем в Европе. Но темп его мне не понятен. Он меня не вдохновляет. За все время моего пребывания там я ничего не написал нового. Не было ни вдохновения, ни возможности. А пишу ведь я много и часто. Например, даже по дороге из Чикаго в Сан-Франциско, сидя в поезде, я написал новые вещи. И в Европе, где бы я ни был, я писал почти во всех городах. Но в Нью-Йорке я этого делать не мог. А вы, наверное, исколесили всю Европу? Да не только Европу. Я побывал и в Египте, и в Палестине. Теперь после Калифорнии я еду на Дальний Восток, в Шанхай, и по всей вероятности в Харбин. Возвращаться к себе в Париж, где я обычно живу, буду опять через Америку, так что, наверное, увидимся еще раз. Тут к разговору присоединился Аккерман. Весьма возможно, что в скором времени русские увидят своего любимого певца на экране. Вертинскому уже сделано несколько предложений от кинематографических фирм, и вскоре по приезде в Лос-Анджелес у него назначен завтрак с представителя фирмы Метро Голден Мейер, так что он может основаться на некоторое время в Голливуде. В таком случае русские в Сан-Франциско будут надеяться на частые концерты здесь. Ну, об этом еще рано говорить. Теперь другой вопрос. В вашем искусстве, в вашем жанре случился известный перелом. Вы значительно ушли от своего первоначального образа. Как вы объясняете это? Знаете ли, каждый артист, каждый художник, растет? Он стремится к новым исканиям, к новым темам. Так и я. Я тоже вырос. То, что было отражением известных течений, перестало затрагивать нашу действительность. А мое искусство ведь в особенности является отражением родных течений. Тут, между прочим, имеется одна интересная подробность. Я не хочу хвалиться, но должен сказать, что меня почему-то особенно любят в Советской России. Конечно, туда пластинки, напетые мной, проникают только контрабандным путем, но все же меня там любят и считают по духу не русским, а иностранцем. И в то же самое время вся зарубежная Россия считает меня своей собственностью. Пою ведь я главным образом для русских. Для того, чтобы понять все нюансы моих песен и переживать их необходимо знание русского языка, хотя, конечно, есть довольно значительный процент и иностранцев, посещающих регулярно мои концерты. Какое из ваших произведений вы считаете самым ценным или самым популярным? В настоящее время самыми популярными являются три сравнительно недавно написанных «Чужие города над розовым морем и классические розы». Я часто меняю свой репертуар и не пою постоянно одни и те же старые вещи. Между прочим, здесь, в Сан-Франциско, большой популярностью пользуются в степи Молдаванской. Это уже старо. Но все же на предстоящем концерте я спою несколько вещей той эпохи моего творчества. Теперь вопрос, не относящийся лично к вам. Как вообще живут русские в Париже? Большинство из них работают, хотя, конечно, депрессия отразилась пагубно на массе. Она отразилась не только на русских, но и вообще на жизни. Теперь Париж почти пустой. А помню, только еще три года тому назад я давал концерт в Париже в помещении, рассчитанном на 2200 человек. Пришло на несколько сот больше, стояли в проходах и возле стен. Было так тесно, что управляющий театр сказал мне, что он никогда больше театр сдавать мне не будет, так как несколько человек из-за тесноты и давки упали в обморок и чуть было не получили увечья. Теперь же Париж почти пустой. «Знаете», сказал в заключении сотрудник «Новой Зари, каждый русский, приезжающий в Сан-Франциско, невольно вспоминает вашу песню в притонах Сан-Франциско. «Да», рассмеялся Вертинский, «думал ли я тогда, когда писал эту песню, что через много лет сам попаду сюда? Держу Париж, что никаких лиловых негров тут нет». Час с Вертинским Беседа со знаменитым создателем песенок настроения Знаменитый творец жанра настроений выглядит вполне здоровым и, по уверениям присутствующего врача, находится в хорошей форме. Следовательно, всякая опасность для предстоящих концертов миновала. Обстановка самая благоприятная для беседы с артистом, в речь которого значительен каждый штрих, каждый оттенок. Седьмой час глядит в широкие окна, расцвеченные вдали неонами, темнотою шанхайского вечера. Монастырская тишина большого европейского отеля. Цветы. Третьим при беседе присутствует лишь доктор. Впрочем, беседа началась не с разговора. В этой комнате проснемся мы с тобой. Вот первое, что услышал наш сотрудник, едва успев поздороваться с Вертинским. Своей песней, но не из уст, а с диска портативной Виктролы приветствовал его артист. Скромно приютившийся на столике кожаный аппарат дал серебряное вступление рояля. Затем мощно и нежно запел с теми непередаваемыми бархатными оттенками, которых до сих пор никто из сонмоподражателей не смог украсть у Вертинского. Вертинский пел в присутствии Вертинского. Вертинский слушал Вертинского. И как слушал, это надо было видеть. Вернее, это сложное психологическое ощущение надо было осознать. Артист ушел в себя. Он, вероятно, мысленно пел с аппаратом фразу за фразой, букву за буквой, нюанс за нюансом. За его спиной неоновым пожаром пламенела глубоко внизу реальная Шанхайская улица. А он сам пошел и двух слушателей за собой властно повел по сказочной тропинке нереальной русской песне настроения. По необычайно выразительному, словно чеканному лицу артиста неслись тени экстаза, чертили взлеты и падения, экранно отражали бездонную глубину души большого художника. Видеть Вертинского безмолвно переживающего плывущие со стороны стоны своего сердца зрелище сильное. Это одна из моих последних вещей нарушает очарование Александр Николаевич, снимая с пластинки мембрану. Сейчас послушайте вот это, тоже одна из новых. Опять щемящие звуки, снова их отражение на лице Вертинского. Как хороши, как свежи были розы. В звуках ярче и благоуханнее, чем если бы вся комната мгновенно была засыпана свежими розами. Акварель, кратко поясняет артист. Я чуть касался темы, акварельная, боязлива. Я почти прошел мимо нее. Я поставлю ее в концертную программу. И снова подходит к Виктроле. А вот сейчас прослушайте Сероглазочку. Она уже стара, ей столько лет, сколько самой русской эмиграции. Послушно льется знакомая Сероглазочка, сотканная из нежнейших кружевных вздохов. Слабо качает головой артист. Это мои первые робкие взлеты. Нет, Сероглазочку я не поставлю. Она хороша теперь как память. Еще несколько песенок, из которых властно берет слушателя за сердце, сопровождаемые гитарой. Я так хочу, чтоб ты была со мною. Здесь придется с роялем, поясняет артист. Впрочем, совершенно неожиданно мне повезло с аккомпаниатором. Это Георгий Ротт, один из лучших когда-либо игравших со мной, художник аккомпанемента. Понравился ли Шанхай прославленному русскому певцу и композитору? Успел ли он войти в соприкосновение с русской колонией Шанхая? Долго ли намерен пробыть в Шанхае? И куда предполагает направиться отсюда после двух своих концертов? Эти вопросы можно было задать Вертинскому только вчера. Ранее артист был лишен возможности принимать не только представители прессы, но и вообще кого бы то ни было. Как известно, на следующий день по приезде Александр Николаевич занемог и некоторое время должен был провести в своем апартаменте Катэй Меншион в условиях полной изоляции под неослабным наблюдением врача. Однако, как только представилась первая возможность, сотрудник нашей газеты посетил знаменитого артиста и был принятым для продолжительного интервью занявшего час. Каждые три минуты самое большее звонит звонок. И каждый раз один и тот же разговор артиста с кем-то, каждый раз новым из провала черной шанхайской ночи. Вертинский у телефона. Что? Очень приятно. Спасибо, спасибо. Напрасно беспокоитесь. Это очень для меня лестно. Вблизи вы получите возможность увидеть меня на эстраде. Конечно, это буду я сам. Я не вожу с собой двойника. Не можете дождаться концерта, но это же так скоро. Артист добродушно улыбается. Повеситься можно, комически сообщает он, отходя от телефона. Эта музыка начинается с утра и тянется до поздней ночи. Выключить телефон, конечно, я не могу, и вот страдаю. И снова подходит к телефону, чтобы повести новый разговор. Однако Александр Николаевич нисколько не раздражается телефонной атакой. Русская речь мне мила за границей при всех обстоятельствах. Русаки же, мои милые, мне звонят, не иностранцы. И в конечном итоге я, разумеется, только рад, что мои соотечественники так тепло встречают меня в далеком и чуждом Шанхае. Легко и непринужденно вступает Александр Николаевич в беседу, показывая себя блестящим собеседником. Понравился ли мне Шанхай? Я его почти не видел. Но то, что видел, меня очаровало. Это действительно экзотический город, несмотря на подчеркнуто европеизированный вид. Чувствуется дыхание мирового центра. Но, к моей радости, оно не заглушило движений русской жизни. Она здесь властно чувствуется, на самой поверхности. В Европе и Америке этого не замечается. Там внешняя русскость растворяется в основном потоке каждой страны. В Берлине, Париже, Сан-Франциско и прочем вы русского не отличите на улице от аборигена. А здесь наоборот. Иностранцы тонут в русской массе авеню Жофр, которую я видел краешком глаза. Вы спрашиваете, что на меня произвело большее впечатление? Китайские женщины. Я был ими ошеломлен. Не был подготовлен, вернее, просто не думал на эту тему, когда сюда ехал. Китаянки, особенно полуевропеизированные, какие-то маленькие идолы, для которых можно строить разукрашенные маленькие же храмы и жечь курение. Это совершенно экзотика. Конечно, эти странные женщины с другой планеты. К сожалению, пять дней у меня совершенно пропали, и я был лишен возможности познакомиться с милой моему сердцу русской колонии, о которой так много слышал еще в Париже, затем в Америке. Я ехал сюда, словно возвращался на родину, хотя в Китае вообще впервые. И вдруг на несколько дней заболел. Вы понимаете мое огорчение? Впрочем, концерт уж близок. Я уже скоро встречусь со своими соотечественниками. Ведь я пою, а значит и живу только для них, только для русских. На других языках я не пою, петь на другом языке значит вовлекать иностранцев в невыгодную сделку. Весь смысл моего пения исчезнет, и люди уйдут разочарованными. Тяжело без Родины, ой, как тяжело. Всем посмотрите на наших старых русских писателей Бунин, Куприн. Они же не могут писать ни о чем, кроме России. А России нет. Как писать? Так и мы, артисты. Мы оторваны от истоков родной жизни, от ее животворящей почвы. Сколько артистов погибло в этой оторванности, сколько растворилось в чужой атмосфере. Мне было так же тяжело, как и каждому. Но я избег страшной участи. Я спасся от растворения в иностранщине только тем, что подвижнически замкнулся в святости русского слова и русской песни. Я закрыл во внешний мир окна и двери. Я замуровал себя в келье моей песни. Я отбросил все легкие соблазны. Жизнь моя стала сплошным служением русскому искусству и ничему больше. И страшная чаша меня миновала. Вертинский внезапно возвращается к основной для него теме техники творческого мастерства. Мое творчество является до сих пор загадочным для меня самого процессом. Это необъяснимо. Оно приходит ко мне непрошенным и властно повелевает моей душой. Вот почему я не люблю на концертах бессировать, повторять пропетую вещи. Это то же самое, что раскрывать перед слушателями тайны колдовства. Если мне все-таки приходится петь на бис, я каждый раз пою по-новому. Кроме того, разве бессирование не напоминает вам вторичное объяснение в любви любимой женщине. Это то же самое. Вы объяснились ей один раз, и она откликнулась вам всем своим сердцем. Это чудно хороший миг, но вы недовольны результатом и желаете объясниться вторично. Как будет ваша женщина слушать во второй раз те же пламенные слова? Ясно, что уже с оттенком легкого анализа, с закрадывающимся сомнением в искренности. Александр Вертинский о своем творчестве и о том, что он будет петь на концерте в Шанхае. Редко у кого-либо из знаменитости, посещающих Шанхай, собирается одновременно такое многолюдное общество из представителей прессы и богемы, как вчера вечером у Вертинского. Радушный и приветливый певец оказывается обаятельным хозяином, умеющим превратить беседу из официального интервью в настоящую встречу друзей. У него очень приятный мягкий голос с бесконечным разнообразием и богатством интонации. Тем для беседы так много, что разговор невольно перескакивает с одного на другую. О странах, в которых он побывал, Вертинский говорит охотно, определяя их главным образом с точки зрения своего искусства. Прежде всего я должен оговориться, что где бы я не пел, у меня публика только одна, русская, говорит он. Это, конечно, вполне понятно. Иностранцы меня не могут понять, потому что для этого нужно знание языка, и притом не приблизительное, а во всех его тонкостях. Перевод нет, в перевод я вообще не верю, тем более для таких вещей, как мои. Перевод это рецепт вещи, а не сама вещь, а в нем никогда нельзя передать того, чем она сильна. Во всех уголках мира я пел по-русски и для русских. Мне пришлось за эти годы так много скитаться повсюду, что опыт у меня в этом отношении получился колоссальный. Сравнительно недавно было очень хорошо работать в Германии, где я напел 500 тысяч пластинок. Перед самым приходом к власти Гитлера я заключил контракт с крупнейшей германской фирмой, в руках которой находится изготовление пластинок на всю Европу. Но изменились политические обстоятельства и теперь на контракт мне приходится только любоваться. Трудно в этом отношении и в маленьких лимитровных государствах, где благодаря барьерам, отгораживающим их от внешнего мира, создалась нездоровая обстановка для всякого творчества. Экономические условия в этих странах таковы, что местные силы боятся всякой конкуренции со страны иностранных артистов, так как это могло бы повести к утечке денег за границей. Строгости, применяемые к иностранным артистам, распространяются буквально на всех. Достаточно сказать, что Морис Шевалье, посетивший Прагу, был обыскан на вокзале старательными полицейскими, которые боялись, что он увезет с собой деньги. В этом отношении самая свободная страна Америка. За год моего пребывания там я ни разу не почувствовал себя нежелательным иностранцем. Нет этого ощущения и у других русских, живущих там. Это большой плюс Америки, который искупает те культурные недостатки, которые, может быть, дают там себя чувствовать многим из нас. Другое достоинство Америки тот здоровый дух, которым она проникнута. Теперь после всех сложностей жизни иногда хочется вернуться к более простому и примитивному. Вот, может быть, одна из причин, почему я думаю поселиться в Калифорнии. Другая причина необходимость вернуться в Голливуд, где я подружился с режиссером Рубеном Мамульяном. Он предложил мне главную роль в картине «Принц и клоун». «Где я должен буду не только петь, но и говорить по-английски». Придется, очевидно, заняться этим языком с особенным рвением, хотя пока эта перспектива меня довольно мало соблазняет. Дальше разговор касается темы, которая особенно близка и интересна для Александра Николаевича. Вопросы о его творчестве. Начинается он вопросом одного из любопытных журналистов. А в каком положении вы предпочитаете творить, Александр Николаевич? Вы думаете, может быть, что для творчества я должен перевернуться вниз головой? смеется Александр Николаевич. Нет, могу вас успокоить. Такими эксцентричными привычками я не отличаюсь. Мое творчество вообще идет своеобразными путями, которые на первый взгляд даже трудно определить. Нужен какой-то импульс, двигательная сила, которая потом притворяется и перерабатывается путем сложных психических процессов. В качестве примера могу рассказать вам историю одной из моих песенок. Это было на фронте во время Великой войны. Утомленный я дремал после трудового дня, проведенного за работой, как вдруг я сквозь сон услышал разговор двух сестер милосердия. В том году я вообще много выезжала. В полусне эти слова дошли до моего сознания и мне захотелось крикнуть ей «На чем? Ведь в этом городишке и извозчика нет». А через несколько лет из этих случайных слов по каким-то неведомым тропинкам пришло то, что принято называть вдохновением. Результатом была песенка «Бал Господин». Рецепт этой кухни искусства, в которой я работаю один, очень сложный. В нее входит много элементов, из которых каждый имеет решающее значение. Мое творчество родилось из любви к русскому языку, в котором я чувствую и пою не только каждое слово, но и каждую букву. Я буквально ощущаю каждое слово на вкус, и когда пою его, то беру все, что от него можно взять. В этом основа и исток моего искусства. Голос, которому иногда склонны придавать большое значение, не более как одно из средств к его передаче. Наряду с ним нужны краски, интонации, нужно много, чтобы заставить публику почувствовать вещи, поверить в то, что это действительно было. Когда я пишу музыку к своей вещи, я обдумываю каждую ноту, стараясь вложить в нее эту окраску, придать ей характер эпохи, передать в ней целую картину, целую перспективу. Представьте себе, например, что я хотел бы написать музыку к фразе «Жили-были старик со старухой у самого синего моря». Я написал бы ее так, чтобы в ней ощущалось синего моря перспектива сказки, вся та нереальность, которая нужна мне в данном случае. И Александр Николаевич напевает пушкинскую фразу в своей музыкальной трактовке. Но дело не только в том, чтобы написать вещь, надо ее исполнить. «Если в то время, когда я пишу, я живу своей очередной песенкой, то с момента, когда она написана, она превращается для меня только в техническую задачу. Многие, вероятно, думают, что я пою под влиянием какого-нибудь особенного настроения. Ничуть не бывало. Я выхожу на сцену, чтобы сделать песню точно так же, как можно сделать операцию, как можно починить часы или проделать другой чисто технический процесс. Никакого настроения у меня в этот момент нет. Настроение я жду от публики». Вы всегда пишете теперь сами слова для своих песенок? Большей частью да. Но иногда мне надоедает петь самого себя. И тогда я ищу тем у других поэтов. Хотелось бы мне, чтобы и шанхайские поэты познакомили меня со своим творчеством, в котором, наверное, отразилось много своеобразия экзотики Китая. Какую из своих вещей вы считаете любимой? Ту, которую я в данный момент пишу. С того момента, когда она написана, она теряет для меня часть своего интереса. Например, в данное время я предпочитаю всем остальным вещь, которой еще не написана даже музыка. Это песня о моей собаке. Если хотите, я прочту вам. И гость Шанхая читает выразительно и эффектно мелодичные и прочувствованные строки своей новой вещи, заканчивая подружные аплодисменты слушателей. Между прочим, говорит он, на моем концерте я буду исполнять исключительно новые вещи. Чужие города, желтый ангел, Рождество, над розовым морем. Если я буду петь что-нибудь из старых вещей, то только по просьбе публики. Голливуд по-вертински Вы хотите, чтобы я рассказал о своих встречах в Голливуде, но для того, чтобы говорить об этом, я должен сначала сказать вам, что такое Голливуд. Вертинский откинулся в кресле, на минуту задумавшись. Он еще не совсем оправился от простуды, и легкая подавленность настроения, вызванная недавней болезнью, гармонирует со сгущающимися за окном осенними сумерками. В комнате пахнет цветами, там, где живет Вертинский, всегда есть цветы. Эти розы, любимые книги на полке, несколько портретов и счастливый талисман, мексиканский гаучо, искусно сплетенный из древесной коры, все это придает казенной обстановке номера отпечаток индивидуальности и уюта. Фантазии и факты В Европе все, кто так или иначе соприкасается с искусством, представляют себе Голливуд каким-то раем. В их воображении это город великих королев экрана, грандиозных артистических взлетов, головокружительных успехов и ослепительной славы. На самом деле ничего этого нет. Вы знаете, какое сравнение прежде всего пришло мне в голову, когда я попал в Голливуд? Он показался до странности похожим на какой-нибудь захолустный русский Пинск или Двинск, глухую провинцию, отличающуюся только своим географическим положением и населением. Вам скажут, что это город искусства, но и это миф. В Америке вообще искусство существует лишь постольку, поскольку оно является товаром, на котором можно заработать. Дельцы с Бродвея, и при том дельцы весьма некрупного калибра, взяли там все в свои руки. Пьеса, как и всякое другое художественное произведение, расценивается только с точки зрения того, сколько она стоит. Если ее постановка обошлась в полмиллиона, ее непременно все пойдут смотреть, нисколько не вникая в то, какова собственная ее тема. Обычно дело происходит так. Какой-нибудь бизнесмен, торгующий мылом и зубными щетками, слышит о пьесе, которая где-то имела успех. Он соединяет свой капитал с другим джентльменом, до сих пор уделявшим свое особое внимание ваксе и сапожному крему, и вместе они становятся меценатами. Это, может быть, несколько напоминает наших купцов-меценатов недавнего прошлого, с той большой разницей, что российские купцы знали свое место и не пытались вмешиваться в художественную часть. В Америке, наоборот, они распоряжаются всем. И автор, и режиссер, и актеры превращаются в их покорных рабов. Александр Николаевич говорит горячо и убедительно, потому что он не только прекрасно знает, но и чувствует свою тему. Герб Голливуда. То же самое, если не худшее положение наблюдается и в Голливуде. Там искусством заведуют портные, волею судеб превратившиеся в киномагнатов. Что же удивительного в том, что под их благодетельным влиянием и искусство становится каким-то портновским? В департаментах сценариев сидят сценаристы, люди без таланта, вкуса и эрудиции, но со специальным техническим мозгом. Приклеивают, сшивают, режут. Если бы я хотел создать для Голливуда символический герб, я непременно включил бы в него большие портновские ножницы и большую катушку ниток. А если бы я имел власть, я сделал бы больше. Я посадил бы в тюрьму всех диктаторов Голливуда. которые портят вкус американской публики. Очень здоровой и отзывчивой самой по себе. Приучая ее любить дешевку и невероятно низкий уровень требований. Если бы это случилось, Америка сразу выросла бы в культурном отношении на 25 лет. Хуже всего то, что ни режиссер, ни артист не имеют ни малейшей свободы творчества. Капризничать и то не очень имеют право только такие признанные звезды, как Грета Гарбо или Марлен Дитрих. Остальных при малейших признаках бунта просто безжалостно выбрасывает вон. Артист не имеет права отказаться от роли, считая, что она ему не подходит. Слова нет для голливудских властителей вообще не существует. Положение исполнителей маленьких ролей прямо-таки трагичное. Я видел молодых артисток Голливуда, большей частью неискушенных ни в каком искусстве, малокультурных девушек, которыми режиссеры оперируют как шахматными фигурками. Из-за какой-нибудь ничтожной сцены каждую из них мучают бесконечно долгими репетициями, потом накручивают полторы тысячи метров, из которых на экран в конце концов попадает двадцать. Такова голливудская карьера. И можно ли винить актера, если он иногда не удовлетворяет публику в том или ином амплуа? Марлен Дитрих Останавливаясь на отрывках голливудских воспоминаний, Александр Николаевич с горячей восторженностью отзывается о Марлен Дитрих. Марлен Дитрих не только великая артистка, она и в жизни обаятельна, высококультурная и необычайно рафинированная женщина, одаренная тонкой психикой и неповторимой индивидуальностью. Она очень любит русских, и теплые радуши, с которым она меня встретила, очень тронула меня. Мы встречались с ней еще в Париже, но там наше знакомство было мимолетным, и я сомневался в том, запомнила ли она меня. Мы встретились с ней в Голливуде случайно, в обсерватории, куда она пришла со своей маленькой дочерью и двумя детективами, неизменно сопровождающими ее, так как гангстеры неоднократно грозили похитить девочку. Я незаметно подошел к ней и сказал, «Вы пришли сюда, чтобы смотреть на звезды, но вы сами самая яркая из звезд». Она обернулась, и я удивился той радостной приветливости, с которой она окликнула меня по имени. Мы потом часто встречались с ней за время моего пребывания в Голливуде, и она даже была настолько мила, что устроила в честь меня особая партия. Русский Голливуд Далее Александр Николаевич касается вопроса о русском Голливуде, конечно, особенно близкого и интересного для каждого из нас. Из русских, которые сделали в Голливуде крупную карьеру, я чаще всего встречался с Рубеном Мамульяном. Он в данное время пользуется там большой популярностью, и притом вполне заслуженно, так как нельзя отрицать, что он исключительно талантливый и культурный человек. Мы встретились с ним на партии у одного из братьев Бокалийниковых. Должен сознаться, что сначала мне не хотелось знакомиться с ним первому, потому что мне было слишком неприятно присоединиться к общему льстивому хору, окружающему его теперь. Нас в буквальном смысле слова познакомило мое пение. Мамульян отнесся ко мне с большой чуткостью и вниманием и настойчиво уговаривал работать с ним и дать ему возможность создать мою голливудскую карьеру. Этот вопрос пока остался открытым, потому что ему вскоре пришлось уехать в Нью-Йорк для постановки большого ревю, но меня в этом плане расхолаживает с одной стороны моя давняя нелюбовь к кино, а с другой перспектива усиленных занятий английским языком. А с другими русскими знаменитостями Голливуда с Анной Стэн и Болиславских мне, к сожалению, не удалось встретиться. Она незадолго перед этим поссорилась с администрацией студии и уехала в Европу. А он был как раз занят постановкой фильма. Из крупных русских величин нельзя не отметить Нину Кашец, чудесное пение, которое имеет огромный успех. Она пела при мне с большим оркестром в Голливуд Болу, где на открытом воздухе помещается более двадцати тысяч человек. И ее выступление было настоящим триумфом. Делает большую карьеру также и ее дочь Шуберт, обладающая прекрасным голосом и очаровательной внешностью. К сожалению, надо сказать, что очень многие из русских, достигающие более или менее крупных успехов и карьеры, очень быстро отгораживаются от всякого русского, окончательно входя в иностранное общество. Симпатичным исключением из этого печального правила является жена известного режиссера Франка Таттля, урожденная Таня Смирнова, дочь талантливой балерины Евдокии Смирновой, которая также находится в Голливуде. Танечка Таттля, общая любимица русского Голливуда и добрый гений своих соотечественников, для которых она много делает, помогая им как только возможно сделать карьеру или получить хорошую службу. Она сама поставила себе целью добиться признания как режиссер и можно думать, что это ей удастся. Недавно ей было поручено снять короткометражный фильм с лишенным. ее опыт удался блестяще и теперь ей заказано еще 30 таких фильмов. Если ее работа в этом направлении пойдет успешно, можно быть уверенными, что многие русские получат работу. Что касается остальных русских в Голливуде, то еще два-три человека, как, например, Иван Лебедев или Аким Томиров снимается в фильмах и продвигается вперед. Хорошо обеспечены музыканты, среди которых я нашел много знакомых, братьев Бокалейниковых, Макса Рабиновича, который когда-то аккомпанировал мне в Одессе, Темкина и многих других. Скромно, но безбедно живет доктор князь Голицын, обосновавшейся семьей в Голливуде и пользующейся репутацией святого человека и необычайно отзывчивого врача. Остальные, ну что можно о них сказать, на их долю остается существование экстра, состоящее в том, что люди сидят дома с утра до восьми часов вечера и ждут телефонного звонка из бюро распределения ролей. Если этот звонок есть, это означает семь долларов в день, в худшем случае платят пять, а в лучшем десять, и каторжную работу. Если его нет, положение часто приобретает катастрофический характер. Все не боятся выйти из дома, потому что если звонок совпадет с их случайным отсутствием, можно потерять работу. Самая худшая в этой профессии ее неопределенность. Иногда бывает по два-три звонка в день, а иногда телефон молчит две недели. Но у всего есть своя положительная сторона. Это существование сближает между собой русских голливудовцев, заставляя их жить общими интересами. Представьте себе, русские в Голливуде даже не ссорятся. Песенка о Марлен Наступает молчание, потом Александр Николаевич с улыбкой берется с тола тетрадь в коричневом кожаном переплете. Кажется, я рассказал вам о Голливуде все, что мог. Хотите, я прочту вам теперь песенку, посвященную Марлен Дитрих. У меня уже есть к ней и музыка, правда, пока только в голове. Александр Николаевич читает в своей непередаваемой манере и музыкальные строфы с их кружевной легкостью, и чеканным изяществом заканчивает беседу, как красивый аккорд. Вертинский создал ряд боевиков, которыми он порадует шанхайцев на своем концерте. Что я скажу о Шанхае? Прежде всего, я отдыхаю от отдыха. Ханькоу очень милый город, но долго выносить эту тишину я, привыкший к большим городам, не мог бы. Там мне совершенно невольно приходилось сидеть главным образом в четырех стенах, потому что жара стояла совершенно невероятная. Могу сказать, что хотя я объездил весь свет, я до сих пор не испытал еще ничего подобного. Мне угрожают, что в Шанхае бывает еще хуже, но я, конечно, не намерен ждать здесь, чтобы эта полоса застигла меня и постараюсь скрыться от нее в более прохладное место. Впрочем, в смысле встречи, оказанной мне, Хайнкоу оказался одним из самых симпатичных городов, которые мне только приходилось видеть. Ко мне относились там с истинно трогательной предупредительностью, стараясь чем-нибудь проявить свое внимание или оказать какую-нибудь услугу. Несколько омрачил мое впечатление от пребывания там цирковой куплетист, фамилии которого я не знаю, но который стал вести себя чрезвычайно агрессивно по отношению ко мне. Дело было, по-видимому, в том, что мои концерты совпали со временем, назначенным для его выступлений, и это взбесило его. Я бы не обратил на него внимания, если бы его пропаганда против меня не проделывалась столь шумно. Он забегал во все магазины, особенно еврейские, стараясь убедить коммерсантов, что я антисемит, и что потому ни один еврей не должен идти на мои концерты. Его слушали и приходили. Это, конечно, еще больше выводило его из себя. В свободное от концертов время мне не оставалось ничего, как заниматься работой, подготовкой к моим осенним концертам, которые я хочу дать по совершенно новой программе. Должен сознаться, что Ханькоу удивительно благоприятный город для работы. Вынужденный отдых невольно располагал к тому, чтобы энергичнее работать над своими новыми вещами, и действительно за это время мне удалось подготовить достаточно вещей, чтобы дать целиком новую программу. К некоторым из этих вещей слова у меня были написаны раньше, к другим же я написал и слова, и музыку во время путешествия. Из новых вещей, которыми Александр Николаевич думает порадовать осенью своих почитателей, он назвал колыбельную на слова Дон Аминадо, Дансинг Герл на его собственные слова, Игуменья, слова неизвестного автора, Марлен Дитрих, слова Вертинского, Любовница, Песенка о моей собаке, ее простое желание, забвение и бессмертный бес на слова Сологуба. Из этих новых вещей на Дансинг Герл меня вдохновил Дальний Восток. На эту тему мне давно хотелось написать и во время поездки песня получила окончательное оформление. Я испытывал ее на Дансинг Герл из Ханькоу, которые добросовестно посещали мои концерты. Мне хотелось узнать, какова будет их реакция на тему столь близкую им. В этом отношении я поступал как Чарли Чаплин, который испытывает свои фильмы на детях и считает их пригодными только в том случае, когда его юная аудитория достаточно смеется. Во всяком случае, реакция, полученная мною на мою песенку со стороны Дансинг Герл была вполне положительной. И потому я думаю, что вещь будет иметь успех. Александр Николаевич читает слова Дансинг Герл, вкладывает даже в чтение богатство интонаций и нюансов, которые дают возможность предугадать в новой вещи будущий боевик его репертуара. Пивучесть стиха, яркость образов, фабульность и глубокое чувство, которым проникнуто его Дансинг Герл, не смогут не создать этой песенке успеха в неподражаемом исполнении актора. Я до сих пор не знаю, чья это вещь игуменья. Эти слова принесла мне в Шанхае одна дама, которая клятвенно уверяла меня, что они написаны не ею и что она даже не знает их актора. Меня поразила в них сила экспрессии, свежей с темой та яркость содержания, которая имеет для меня такое большое значение. Эта вещь в 12 строках излагает маленькую законченную новеллу с завязкой, действием и развязкой. Причем автору удалось в двух-трех словах создать жизненный образ. Я очень доволен, что мне удалось получить эту вещь, потому что петь самого себя я в конце концов устаю. Хочется найти что-нибудь новое, выражающее иные чувства в настроении, но к несчастью найти что-нибудь подходящее очень и очень нелегко. Надо помнить, что вещь, которая хороша на бумаге, далеко не всегда звучит так, как нужно в музыке. Игуменья удовлетворяет всем требованиям, которые я предъявляю вещам, и, вероятно, поэтому мне особенно легко удалось написать к ней музыку. В настоящее время артист работает над музыкой красивой и сильной вещи Сологуба «Бессмертный бес». К Бессмертному бесу я подходил уже давно, лет пять, но усиленно принялся за нее лишь теперь и думаю только об одном, чтобы у меня хватило музыкальной выразительности передать весь смысл и содержание этих необыкновенных стихов. Концерт по новой программе пойдет в Шанхае уже осенью по его возвращении. Мне так и не удалось съездить в Палестину и Египет весной, как я мечтал заканчивает Александр Николаевич. Однако мысли о Палестине и Египте я не оставил. И когда распрощаюсь с Шанхаем, непременно побываю там на пути в Европу. Что я буду петь в среду? Беседа с Вертинским. В среду 11 октября в театре Ляйсяум состоится первый в этом году и сезоне концерт популярного русского артиста Александра Вертинского, создателя своего собственного жанра песенок настроения. Концерт пойдет по совершенно новой программе, будут исполнены вещи, только что написанные артистом-поэтом и ни разу им еще не исполнявшись. «Хотя большинство из этих вещей звучат впервые», сообщил вчера в беседе с сотрудником новостей дня Вертинский, «Это еще не означает, что я написал их в момент. Многие из них я очень долго вынашивал и вынянчивал и только нынешним летом сел писать. И вот результат. Эти вещи значительно разнятся со старыми. В новом творчестве я как бы отхожу от земли и приближаюсь к небу. Любовь становится все реже и реже сюжетом моих вещей. Чаще я затрагиваю человеческие, жизненные и гуманные вопросы. Мои новые вещи отвечают отчасти теперешним душевным переживаниям людей, меньше в них романов и больше психологии. Однако среди новых вещей есть прощальный ужин, в котором еще трактуется тема любви. В песенке Людовик XVI говорится о короле и французской революции. 14 июля король мирно охотился в своих лесах и ничего не знал о мятеже в Париже. Он спокойно записал в дневник. 14 июля ничего. Он подразумевал ничего не убито на охоте, но зато он потерял в этот день трон, страну и голову. Другая моя новая вещь ближнему, как показывает само название, посвящена ближнему, о котором мы так мало знаем, которым не интересуемся и который в свою очередь совершенно не думает о нас, да и не хочет нас знать. Мы с ним далеки друг от друга и каждый чувствует себя одиноко. Жалоба девушки это, если можно так выразиться, жалоба неудовлетворенной женской души. Включена в программу и голливудская пикантная вещичка Марлен. Я написал еще будучи в Голливуде и посвятил Марлен Дитрих как шутку. Теперь же я переложил ее на музыку и буду петь. Вернувшись в Шанхае из Сэндао после летнего отдыха, я столкнулся здесь с рядом хороших русских музыкантов и мне удалось составить приличный оркестр, который и будет выступать на концерте. Лидером оркестра является скрипач Шварцлендер. Это новый для Шанхая скрипач из Европы, но не беженец. Это один из здоровитых русских музыкантов. У рояля будет Аркадий Вебер, совершенно незнакомый Шанхаю, тянцинский пианист. Кроме того, в оркестре лучший на Дальнем Востоке гитарист Герман Бартон, игравший когда-то у меня в Гордене. С этим гитаристом я буду исполнять цыганские романсы, включая «Ты меня не любишь» на слова Сергея Есенина. Сейчас приходится перед концертом много работать, репетировать, записывать музыку. Тут нельзя обойти молчанием помощь Рихтера, который изумительно быстро и точно записывает мелодию. Приехав в Шанхай, я узнал, что большинство моих произведений теперь исполняются оркестрами. Так, например, Сергей Ермолаев в Аркадии часто исполняет мои песенки, включая чужие города, которые стали популярными и у иностранцев. Я соскучился по публике. Предстоящий концерт будет как бы смотром моих друзей, которых у меня столь же много, как и врагов. Закончил Вертинский свою беседу. Сегодня Вертинский Сегодня в театре Ляйсяум в тридцатый раз поет Вертинский. Собственно, одной этой единственной фразы совершенно достаточно, чтобы касса театра была взята штурмом, не останавливаясь перед потерями. Не требуется более одной строки для оповещения публики о концерте ее кумира, самого прославленного певца в русском мире. Славы уже давно не нужно Вертинскому, она ему в тягость. Тем более не нужно реклама, не нужно газетных выступлений, не нужно ничего, в отличие от других. Какую славу и какие лавры может предложить авеню Жофр артисту, сделавшему эпоху. И все-таки пишу. Не для Вертинского, для тех, кто всегда и везде готов говорить, думать, спорить о Вертинском. Я ехал в Берлин и неожиданная остановка в Кельне, всего на пару часов. Неподалеку прославленный на весь мир Кельнский собор. Грех не взглянуть, я пошел. Собор дивно красив и внутри, как и снаружи. Средневековая молитва в линиях готики витраже. Шла утренняя служба. С хора неслись какие-то особенные, какие-то неземные звуки. Не орган. Что же такое? Стал всматриваться сквозь снопы косых солнечных лучей, падавших как раз к органу, и рассмотрел. Прелестный мальчик в белом кружевном стихаре в столбе лучей, как в нимбе, играл на чем-то необыкновенном, на каком-то маленьком инструменте. И эта-то маленькая и пела таким ангельским тоном, никогда мною неслыханным. Я был совершенно очарован. Служба быстро кончилась, и я бросился к мальчику. Что это такое? На чем вы играете? Что это за инструмент? Челеста охотно ответил светлый юный виртуоз. Итальянский очень редкий инструмент. Это челеста. Можете вы приехать в Берлин и там аккомпанировать на моем концерте? Мальчик мог. Мы быстро договорились. Мальчик привез свой волшебный маленький инструмент в Берлин, и я пел под челесту. Так рассказал Вертинский пишущему эти строки недавно при встрече на улице. Челеста нашлась и в Шанхае. Редкий итальянский инструмент оказался во владении маэстро пачи, согласившегося любезно одолжить его для сегодняшнего концерта. А аккомпанировать будет не мальчик из Кельнского собора, но, вероятно, нисколько не хуже, аккомпанировать будет Георгий Рот. Я был застенчив, вот почему родился костюм Пьеро. Вертинский о своем творчестве. Завтра Вертинский дает свой последний прощальный концерт в железнодорожном собрании. Прощаясь с харбинцами, Вертинский решил уступить многочисленным просьбам и выступить в костюме Пьеро, который он снял 14 лет тому назад. Как же появился этот жанр, этот бледный Пьеро и его песенки, которые отразили нашу эпоху и вызвали столько подражателей не только в России и в эмиграции, но и по всему свету. В беседе с нашим сотрудником Вертинский поведал нам тайну рождения Пьеро. В начале века в русском обществе произошла перемена в настроении. Появились новые вкусы, новые требования. В частности публика хотела чего-то нового, свежего и от сцены, музыки, пения. Всем надоели старые романцы, надоели грезы и розы, кровь и любовь. Надоели соловьи и лунные ночи, про которые пелось и писалось. Пионерами в области новшеств в поэзии стал Блок, Ахматова, Игорь Северянин. Новые поэты принесли с собой свежую струю прекрасного. Помню, я был на концерте соловья русской песни Божественного Собиного. И вот, слушая его, я почувствовал, что его пение не производит на меня впечатления, не доходит, как говорится, до сердца. Я понял, что артист должен апеллировать не только к слуху слушателя, но и к его сердцу, к его самым чувствительным эмоциям. Мое искусство родилось из недовольства старыми формами, которые уже не удовлетворяли аудиторию. Я смело выступил со своими песенками. Я очутился в исключительно тяжелых условиях. Раньше за певца отвечала консерватория, в которой он учился. За его арию отвечал композитор, а за меня отвечал только я. Но как же родился Пьеро? Да очень просто. Проще, чем это думают. Я был молод, был застенчив, боялся смотреть в лицо многоликому страшному зверю публики. И я скрылся под маской и костюмом печального Пьеро. Я был тепло и радушно встречен харбинцами в железнодорожном собрании. И свой прощальный концерт я решил дать там. Где встретились, там и простимся. Это будет мой последний концерт в Харбине. Мне жаль расставаться с харбинцами. Я так полюбил этот город за время своего в нем пребывания. На моем прощальном концерте в воскресенье я выступлю единственный раз за 14 лет в костюме Пьеро, уступая просьбам харбинцев, которые прислали мне за последнее время более 300 писем с просьбой воскресить прежний жанр. Это подарок для харбинцев. Пусть они посмотрят меня в костюме Пьеро, услышат песни, пусть послушают их и те, кто обвиняет меня в нытье. Они увидят, что этот жанр далеко не так плох, как они говорят. На прощание Вертинский показывает телеграмму, только что полученную им от нашего русского гения Федора Ивановича Шаляпина. В ответ на его пасхальное поздравление. Токио Кахо Терн Отель Спасибо, милый Вертинский. Желаем здоровья. Федор Шаляпин Редактор субтитров